Добрый вечер! Сегодня 3 октября и традиционно по четвергам выходит наша передача Кухня Юго-Запада. Эту программу для вас проведу я, Михаил Першин. И Антон Погодин. Здравствуйте! В нашей сегодняшней передаче мы обсудим Еврокубки. Мы будем обсуждать Высшие и Первые дивизионы. Чуть поменяли мы формат передачи. Следующая передача будет целиком посвящена Второму дивизиону, так как дивизион очень большой и сложно Второй дивизион с какой-то из другой лиг компоновать. Поэтому следующая будет большая передача по Второму дивизиону. А сегодня мы обсуждаем Вышку, Первой и Еврокубки. Антон, начнем мы с Еврокубков. Друзья, начнем нашу передачу с Еврокубков. Играли в прошедшие выходные наши команды. Три звездочки играли в виде чемпионов, чемпионаты и любители играли домашние матчи в Кубке LFL. К сожалению, не набрали наши команды никаких очков. И, конечно же, очень грустно. Это все очень сильно бьет по турнирному положению каждой из команд. Давайте поподробнее сейчас поговорим о положении в каждой из групп. И посмотрим, какие вообще перспективы у наших клубов в дальнейшем в Еврокубковых турнирах. Антон, начнем с трех звездочек. Лига чемпионов, выездная игра, Боба, команда, которая в прошлом сезоне доминировала на Северо-Западе. Выездное поражение, 3-6. Ну, стоит отметить то, что у звездочек, об этом мы поговорим чуть позже, была очень нервная игра в чемпионате с Никой в субботу. И по драматичному сценарию проходила эта игра. Победили в итоге звездочки. Но вот на следующий день не смогли они оказать достойного сопротивления команде Бобар. Что вообще думаешь от его перспективы, звездочек в группе? Ну, перспективы звездочек мы с тобой изначально, когда группы были посеяны, мы с тобой сделали то, что трех звездочкам привелся очень тяжело. Все-таки очень-очень серьезные соперники. И Динамо, Север, с которой еще пока не играли, но с которыми есть опыт игры в прошлом году. Тройка, это понятно, это фаворит группы, она играет легко. И в очном противостоянии со звездочками они, в принципе, приехав с очень ограниченным составом, показали очень сильную игру, показали то, что не показывают противники в чемпионате. То есть, если в чемпионате три звездочки у нас постоянно владеют мячом, ну, там 60-70% игрового времени, то в лиге чемпионов мы этого не видим. И, как ты уже сказал о том, что в субботу была драматичнейшая игра с Никой, мне кажется, все-таки очень много эмоций было оставлено. Невероятно какой-то камбэк, там, за 5-7 минут, там, и 4-2 превратить в итоговую победу в 5-4, это все-таки тоже не может оставить след какой-то. Ну, и плюс ко всему, Бобр принимал дома, а такие команды крепкие, чемпионы дома обязаны брать очки и ставки на 9 очков дома. Это обязательно, да, если ты планируешь продолжать борьбу за победу в турнире. Поэтому стечение, ну, можно сказать, стечение обстоятельств, но по факту все, пусть и с грустной фразой, но я скажу то, что это было ожидаемо, то, что будет поражение. По счету, по счету видно, что по сравнению с первым матчем у три звездочки сделали какие-то корректировки, да, думаю, если они без шансов тройки проиграли, то, в принципе, здесь уже на выезде более-менее уже, ну, как бы уже и голов больше забито, и как бы видно, что могли, в принципе, зацепиться за результат. Будем надеяться на то, что в третьей игре она для них будет ключевая для звездочек уже. Если в третьей игре они наберут уже очки из Динамо, то тогда можно будет попрощаться на даже теоретические шансы за борьбу за выход из группы. Ну, давайте чуть-чуть расскажем о матче с командой Бобр. На самом деле, да, 6-3, но опять же, помним, что стройка не получилась в первый тайм, о чем Артем Севастьянов нам уже говорил. И вот видим мы, что против команды Бобр выходят три звездочки, и первый тайм заканчивается со счетом 6-1 в пользу команды Бобр. Опять не получается первый тайм. Да, другое поле, напоминаем мы, что Северо-Западная лига играет в ЛФЛ, у них чуть-чуть, нет у них отдельного стадиона, это стадион Октябрь, большое поле, оно поделено пополам, и, конечно же, да, отличается от привычных для звездочек условий. Но первый тайм 1-6. Отметим, что Эд Горисков, известный по выступлению в нашей лиге за Меркурией, выступает за Бобр. Виктор Зимченков, человек с опытом игры в Премьер-лиге за многие команды. Ну и, к сожалению, Мусин, голкипер, тоже, по-моему, играл за Анжи Махачкалинский в высшей лиге, высшего российского дивизиона. И, конечно же, тяжело, тяжело было звездочкам, две замены всего, поле большое, там, например, для сравнения у Бобра было 5 запасных футболистов. И сейчас стоит, конечно же, обратить внимание на то, что мы, когда у нас Артем Цирин был в передаче, обращал он внимание на, вспоминал он игры с Динамо, и сейчас по турнирной таблице получается, что игры с Динамо, вот эти спаренные матчи, они вообще, они определяющие для звездочек в данной ситуации, они ключевые становятся, да. Но, может быть, прошлогодний опыт, по-моему, справится. Давайте сейчас вы увидите на экранах турнирную таблицу в группе Алиги чемпионов. Видим мы, что на первом месте тройка, после двух матчей у команды 6 очков. Бобр после двух матчей также 6 очков имеет в своем активе. Динамо проиграла тройке на выезде со счетом 0-5, поэтому с Динамо играть можно. Динамо после двух игр имеет 0 очков, 3 звездочки после двух игр также 0 очков. И сейчас, получается, спаренные игры с Динамо, выигрывай хотя бы там одну игру дома на выезде, пытайся сыграть ничью. И уже неизвестно там, как Бобр сыграет с тройкой, но мы вправе ожидать две победы тройки. Тогда Бобр 4 очка, там 6 очков. Получается, звездочки, если получится все удачно с Динамо 4, и дома с Бобром игра и может быть... Это, я так, знаешь, оптимальные такие перспективы для звездочек. Но, во всяком случае, успех матча с Динамо, положительный баланс, будет большим шагом к выходу в Еврокубковую весну, что с третьего места выйти в Кубок ЛФМ. Ну, хотя бы, да, задачу минимум выполнить. Хотя мы знаем о максимализме руководителей трех звездочек. Все равно они будут пытаться до конца все-таки цепляться за шансы остаться в Лиге Чемпионов в этом году. Будем, команда долго шла к этой Лиге Чемпионов, будем верить, болеть за звездочек, всячески их поддерживать. И надеемся, что наши ожидания совпадут с возможностями команды. Согласен. Поговорим теперь о Кубке ЛФЛ. Две наших команды принимают участие, еще раз напомню, в этом турнире. Чемпионат и любители. Давай, наверное, на хронологическом порядке. Первые любители играли, принимали дома крепкую команду. Феникс 9. И, ну, наверное, фиаско произошло, можно сказать. Домашнее поражение со счетом 3-8. Начало очень неудачное. Восьмая минута, 0-3. Потом, да, любители смогли переломить ход игры. Забивают два мяча, 2-3. Но дальше, опять же, ряд ошибок в обороне, там, на последнем рубеже. И, к сожалению, сокрушительное поражение терпят любители. Причем, я бы не сказал, знаешь, что какое-то подавляющее преимущество Феникс 9 имел в этой игре. Ну, если честно, если честно, мы с тобой это обсуждали, это обсуждается. Вообще у нас в лиге в плане того, что все знают проблему любителей. Это проблема не полевых игроков. И на такие ключевые матчи, я думаю, руководителям любителей можно будет найти оптимальную кандидатуру, чтобы закрыть свои проблемные места. Потому что из игры в игру с серьезными соперниками ключевым фактором являются как раз определяющие слабые звенья. Они, к сожалению, в данной игре, да, вот то, чего и не хватило в некоторых матчах, так получается, что, ну, вратарь полкоманды, это вот на таком уровне вратарь это больше, чем полкоманды. И когда против тебя выходят игроки уровня Федора Зинченко, Антона Ходорева, это люди, которые поиграли в футбол, это люди, которые умеют найти слабость, даже если они не разбирали соперника перед игрой, не готовились фактически. Что Федор Зинченко чемпион Юго-Западной Лиги, помимо всего прочего, у него много регалий, в футзале у него много регалий, чемпион Юго-Западной Лиги в составе финиша. Антон Ходорев, я думаю, поклонники московского «Спартака», прекрасно помнят его по выступлениям за основную команду, против «Аякса» выходил он на позиции крайнего защитника, и немало матчей он сыграл за основной состав, потом что-то там по разной причине не сошлось. И вот теперь «Феникс-9» ЛФЛ, и причем человек не в каком-то там ветеранском, возрасте, он довольно молодой и с хорошим движением. Ну, видимо, что-то в карьере пошло не так. Я предлагаю сейчас послушать галкипер «Феникса-9» Заура Закаряева, который играл в нашей Лиге за команду «Флагман» несколько лет назад. Я думаю, что «Стражилы Лиги» его помнят. Послушаем мнение Заура по поводу этого матча. Заур, здравствуйте. Поздравляю вас с уверенной победой на выезде. Пару слов об игре. Спасибо большое за поздравление. Соперник, в принципе, свою игру пытался навязать, не получилось. Мы свои моменты 50% реализовали. 50%, скажем, в принципе, слабые места знали, поэтому решили по-быстрому взять этот вопрос. Скажи, пожалуйста, готовились к следующему сопернику, просматривали по группе? С кем играли сейчас? Нет, дальше. Нет, честно, если по себе говорит, я даже не знаю, с кем играть. Я как артиллер. Погода плохая, все нормально. Знаю то, что ты выступал на Юго-Западе за команду «Флагман». Скажи, как у тебя проявляется то, что ты играл против Гокруга бывшего? По флагману, ну, я даже не помню, это возраст уже, наверное, лет 8-10 назад. Ну, не знаю, я, мне кажется, это вы имеете по уровню? Да, да, да. Уровень, ну, я считаю, что сейчас, вот где играет «Феникс», там сейчас такая основная боевая лига. Я раньше играл на севере, Нева была, считал, что там, на севере, сильно. Но сейчас все более переместились уже к нам, много известных игроков, ранее поигравших. Поэтому я считаю, что сейчас вот наша лига самая сильная. Ну, актуальна, там и поле подходящее, там вот для «КФЛ», там все это было. Там уровень, на самом деле. Спасибо, желаю вам удачи. Спасибо большое. Ну, вот видишь, и Заур говорит о том, что знали слабые места любителей и по максимуму ими воспользовались. Наверное, скажем о том, что звали мы кого-то из представителей любителей на эту передачу. И не обязательно, что представитель, кто-то из игроков. Причем, как-либо назывались, какие игроки нам интересны. Но руководитель команды Олег Делокопытов сказал, что сможет сказать, будет ли кто-то из игроков на передаче после матча с «Феникс-9». Ну, понятно, что после матча с «Фениксом-9», в зависимости от исхода этого матча, никого на передаче, к сожалению, мы не увидели. Но очень ждем кого-то из любителей. Не было еще у нас ни разу на передаче никого из этой команды. Очень надеемся кого-то увидеть. О турнирных перспективах, знаешь, в принципе, все еще в руках команды. Вполне. Вполне. «Феникс» и «Беда» северные имеют по 4 очка. «Трансгарант» у нас имеет 3 очка и «Любители» 0 очков. Сейчас команду ждут спарринные игры с «Бедой». Опять же, смотри, как и «Звездочки» играют спарринный матч с командой «Северной». Будем поддерживать любителей, будем надеяться, что исправят они какие-то свои недочеты. В принципе, команда мастеровита, что она и на чемпионате показывает. И есть шансы на выход из группы. По поводу поражения «Трансгаранта» я знаю, что там тоже не все игроки смогли доехать. То есть там были определенные игровые проблемы в плане игроков. А так, в принципе, мне кажется, если бы любители были в оптимальном составе, они вполне могли забрать там очки. Поэтому беда тоже ничего сверхъестественного из себя не представляет. Команда вполне по зубам. И, ну, честно, я надеюсь на то, что минимум 4 очка любители в этой паре возьмут. В этих спарринных матчах двух. Я вот не знаю, вот у меня такое ощущение. Вот 4 очка, вот я вижу прям. Все только зависит только от них, больше ни от кого. Я бы как раз такому раскладу. Желаем удачи любителям и будем болеть за них. Переходим к следующей группе, в которой играет наша команда. Это группа «Аш». Чемпионат. Обладатель Кубка Юго-Западной Лиги. Команда не по спортивному принципу, оказавшаяся в первом дивизионе. Понятно, что произошли некоторые изменения в составе команды. Дома играла с командой «Экспоторг». И поражение 0-3. Ну, как там, практически до концовки матча, до 58-59 минуты. Счет был в 0-1. Была обоюдная игра. Обоюдуострая игра. Просто в конце уже там пенальти. Ну, пенальти – это третий мяч. И второй угол, там сумасшедший удар удался футболисту «Экспоторга». Отметим активные действия у любителей Горшкова на позиции левого защитника. Вот так вот, если смотреть по моментам. Немоверное количество ударов. Да, я там чуть-чуть, чуть-чуть где-то не хватало. Где-то там в некоторых моментах чуть вратарь подвыручил «Экспоторг». В целом, любители, ой, прошу прощения, чемпионат показал неплохую игру. Отметим, что большие проблемы с составом у команды. Мы дадим чуть позже интервью Виктора Белова, руководителя чемпионата. Конечно, главная потеря – это Антон Савченко. Это, я думаю, вообще, наверное, в топ-3 он центральных полузащитников вообще всей лиги юго-западной. Входит не то, что там первую, там, высшую дивизион, а вообще всей лиги. Потеря – это Максим Мельянцев, опытный футболист. Капитан команды Леван Курцкидзе. Да, конечно же, он. Плюс еще Гордеев Алексей тоже не смог присутствовать на этом матче. Ну и отметим, что несколько ребят даже из стоп-наркотика играло в этом матче за чемпионат. Там Игоря Каштанова мы заметили на позиции центрального защитника. Тяжело. Игорь Каштанов, вы сейчас своеобразная такая фигура, он нападающий, центрального защитника. Был бы Никита Перевозчиков, мне кажется, был бы все-таки чемпионат чуть-чуть полегче. Все-таки Никита обладает необходимым опытом и знаниями, которые могли бы помочь. А тут получилось так, что быстрый гол, тоже ты вот сказал про второй гол великолепный. Первый гол тоже был великолепный после розыгрыша аута. Человек в два касания принимает и с полулета отправляет в дальний и нижний гол. Алексей Соулов просто наблюдал. Там прыганье, там Джан-Луи Джабуфон даже если бы прыгнул, он бы не достал. Настолько ювелирный удар получился и по силе, и по точности. Поэтому, в принципе, поражение, несмотря на счет, не отражает всю суть событий, которые происходили на поле. И даже если кого-то заинтересует более детальный разбор этой игры, вы можете посмотреть, скоро он появится в открытом доступе. И вы сами все увидите, что, в принципе, не так все безнадежно выглядело в этой встрече. Давай Виктору Белову дадим слово. Пись, здравствуй, обидное поражение, много моментов было. И под конец уже запустили еще два, когда проигрывали 1-0. Своё мнение об игре? Ну, об игре, в принципе, ребята практически выполнили установку. На сегодня экспериментальный состав был. Ну, экспериментальным получился, потому что, к сожалению, как обидно, блин, перед игрой много человек травмировалось. Кто-то в отпуск уехал, и прям состав еле-еле вообще наскребли. Эти ребята вообще вместе друг с другом не играли. То есть, как правило, в принципе, сегодня игроки замены играли. Вот, но все равно, ребята молодцы, мы выполнили установку. Не думали, что появится столько моментов. И действительно, в конце даже подумали, что мы можем еще сравнять и выиграть. Но по игре я ребятами доволен. То есть, по сути, тем составом, которым мы сыграли, мы сыграли хорошо. Я думаю, будет хуже. Скажи, я понимаю, дадите бой уже наив? Я бы уверен, что дадим, но это все зависит будет от состава. Просто я надеялся, что мы и сегодня соберем хороший состав и выиграем. Для нас сегодня очень важна была победа. То есть, мы как бы с точки зрения выхода из группы. Но, к сожалению, на прошлой игре у нас основной центральный полузащитник сломался. Он Савченко. Леха Гордеев получил небольшую травму. Ливан Куркизе, наш капитан. Он тоже травмирован. И Макс Мельянцев, он в отпуске. То есть, ну, прям вообще, очень было все печально составом. Надеюсь, что если ребята все восстановятся и каких-то моментов нереальных не произойдет, то соберем состав. Я уверен, что дадим всем бой. Ну, мы тоже верим за то, что Юго-Запад пройдет уже выше групповой стадии. И желаем удачи вам. Будем стараться. Спасибо. Ну, вот видишь, Виктор сетует тоже на неполный состав. Но мне очень понравилось в этом интервью, что звучит фраза «выход из группы». То есть, команда настроена на выход из группы. И сейчас их ждет уже спаренный матч с командой ЦДН. Команда, которая прекрасно известна чемпионату. Но опять же, ЦДН прекрасно знает чемпионат. Напомним мы, что Динармедов, Артемий Пономарев и Александр Сапронов в прошлом сезоне играли еще за чемпионат. Выигрывали кубок, да, что они в суперкубке. Все трое принимали участие против трех звездочек. По пенальти только проиграли еще в этом сезоне. Прекрасно они знают эту команду. Александр Юшин еще есть в ЦДН. И, по-моему, Силкин у нас из пищевика тоже в этой команде. То есть, команда, которая прекрасно известна. А руководит всей этой дружиной капитан у нас? Там кто? Зурапантия, капитан ЦДН. Который является у нас тренером ветерок. Он не руководит, поэтому ты меня чуть-чуть мотивил. Он капитан команды, он нападающий. Руководитель там все-таки другой. Но да, то есть, очень много игроков, которые знают нашу лигу. И знают эти команды. Будет интересная игра. Такой дерби будет, мне кажется. Такая ожесточенная игра с массой каких-то подковок. Тем более, запад с юго-западом. Опять же, это историческое дерби у нас. Я думаю, может быть, мы что-нибудь придумаем с западными коллегами. Совместно какой-то обзор, освещение и домашнего, и гостевого матча чемпионата. Будем думать, как это все сделать красиво. Ты веришь в положительный для чемпионата исход? Возьмем именно два матча с ЦД. Ну, это будет очень проблематично. Очень проблематично. Но есть один плюс в том, что Виктор Белов имеет всю необходимую информацию о команде ЦД. Насколько он сможет подготовить, рассчитать силы, рассчитать свои возможности к данным встречам. Здесь только от него. Почему нет? Сенсации происходят всегда. ЦД тоже знает прекрасно, возможно, чемпионат. И Динармедов даже вчера присутствовал не на игре. ЦД он травмирован. И присутствовал на игре чемпионата, а не на матче ЦД в Еврококу. У него столько друзей осталось. Мне кажется, он за друзей приехал поболеть больше, чем как скаут. Находился там рядом со скамейкой запасных. Что-то подсказывал. Ну, мы болеем за наши команды. Мы их всячески поддерживаем. Это престиж лиги. Тем более с западом. Это все-таки такое серьезное противостояние. Верим в чемпионат и надеемся, что порадуют они нас своей игрой. Начинаем обсуждать высший дивизион Юго-Западной Лиги. Будет у нас сегодня гость. Это руководитель команды «Заряд» Петр Лебедев. Команда возглавила турнирную таблицу после семи туров. Я думаю, что это очень хороший повод снова позвать Петра в нашу студию. Но сейчас пока что мы обсудим просто результаты текущего тура Юго-Западной Лиги. Начался он в субботу. Матчем Бутова-любители. Игра была очень боевой, интересной. Бутова очень радует своей обновленной командой. И экзаменатор у них был очень серьезный. Это любители. Команда, как мы уже ранее говорили, участвующая в Еврокубках. Серебряный призер прошлого сезона. И надо сказать, что игра получилась. Игра была очень интересная, запоминающаяся. Бутова ввело в этой игре 2-0. Потом проигрывали 3-2. Был не реализованный пенальти от Бутова. Но потом еще один пенальти уже в конце игры. На 58-й минуте Антон Шемкаренко реализовал его. 3-3. Классная игра. Отметим, что у любителей на позиции голкипера дебютировал Александр Николаев. Так как основной страшный ворот Олег Белокопытов был дисквалифицирован. И в целом неплохое впечатление произвел Николаев. Конечно, нельзя сказать, что какая-то уверенность стопроцентная от него исходила. Но в некоторых моментах свой класс голкипер любителей показал. Антон, по Бутова. Ты видел их несколько матчей. Я думаю, что практически все. Что можешь сказать? Я могу сказать, что в конкретном матче с любителем, мне кажется, не хватило именно опыта молодого обновленного состава. В принципе, вся игра была под контролем. Бутова за редким исключением, когда любители проводили свои излюбленные быстрые атаки. В одно-два касания. Своей великолепной тройкой. А так, в принципе, по факту, если честно, я думаю, Бутова выиграет. Вот честно. Если бы они не завалили вот это, не довели его до критического положения. Я вот и разговаривал после игры с одним из руководителей команды Андрея Мазарова. Он тоже не понял, что произошло с командой. В принципе, никакой расслабленности ни на скамейке, ни у полевых игроков не было. С чем связано такое право, никто не понимает. Алексей Преликов тоже не понимает, почему бросили играть. Даже, по-моему, во время игры позвучала эта фраза. Почему бросили играть? И вот это вот и подсобрало по-своему Бутова, вернуло их обратно в игру. То есть, опять же, молодые игроки хорошо, обновление составов хорошо, но без ветеранов результаты пока не делаются. И в ближайшем будущем, уже в этом сезоне, всяко, я думаю, основная все-таки нагрузка ляжет именно на ветеранов команды. Это и на... Александр Кротов, Дениса Лепатова. Кротов, да. Кстати, Александр Кротов провел очень качественную игру, эту, но тоже не смог сильно помочь. Ну, не всегда, во-первых, Александр был на поле. Меняли его, потому что Александру тяжело было в постоянно высоком темпе сопротивляться Евгению Шендрику. Менялся он по позиции с другим центральным защитником Бутова. И в целом, свои отрезки Александр Кротов провел прекрасно. А любители пока что на втором. Ну, любители следующий тур с Зарядом, которого возглавляют турниры. Ну, это мы предлагаем следующий тур, мы обсудим с Петром Лебедевым, он будет у нас в студии. И более подробно обсудим матч предстоящий любителей Заряд. Далее у нас был матч-триллер. Матч 3 звездочки Ника для Юго-Западной Лиги. Это вывеска. Это матч, который всегда приковывает большое внимание зрителей. И матч снова не обманул ожидания публики. Я понимаю, конечно, что очень обидно игрокам Ники. Все, в принципе, складывалось в их пользу. Несмотря на не самое удачное начало, пенальти на первой минуте был назначен. Артем Севастьянов его не заработал, но реализовал. Ну, дальше же почти сразу, через несколько минут, Григорий Дерасинов сравнивает счет. Дальше первый тайм заканчивается со счетом 1-1. Стоит отметить, что была запланирована платная коммерческая прямая трансляция на ЛФЛ-ТВ. К сожалению, первый тайм в полном объеме не смогли увидеть зрители. Опоздал, не знаю, кто режиссер, оператор, кто-то опоздал. Какие-то были проблемы. В итоге не смогли вовремя выйти в эфир по независимым от... Еще раз подчеркиваю, что это платная трансляция. И телевизионщики, это именно те, кто работает с тремя звездочками. Именно лига, бицепо-футбольная лига отношения не имеет к строевой трансляции. Но мы всем говорим большое спасибо Артему Цирину за то, что он устраивает эти трансляции. Можно смотреть в прямую матчу звездочек. Это хорошо, это здорово, но было бы еще лучше, если бы все вовремя начиналось у нас. Начинается второй тайм. Григорий Герасимов делает дубль. Счет становится 2-1. На 41-й минуте он же отдает передачу где-то во Вратарскую на Комарова. И Комаров делает счет 3-1. Казалось бы, вот оно заветно. Да, и звездочки начинают с центра поля. И сразу же Красюков делает счет 3-2. Дальше происходит один из... На 55-й минуте один из самых драматичных моментов игры. Назначается второй пенальти в вороты Ники. Пенальти, который футболисты Ники оспаривали. Но так или иначе он был назначен. Артем Севастьянов идет исполнять этот удар. Но Александр Антонов в блестящем стиле парирует этот удар. Звездочки, мне кажется, пребывают в каком-то нокдауне, как Севастьянов и не забивает пенальти. Ника в этот момент сразу же проводит быструю контратаку. И опять же упоминаю фамилию Герасимова. Он дает передачу на Донина. Но там на самом деле дальний удар. Там красивейший гол получился у Дениса. 4-2, 56-я минута. И казалось бы, вот она близка третья подряд победа Ники. Но через 3 минуты Гея Пуцелаза на 59-й делает счет 4-3. Павел Аксенов на 60-й из передачи Игоря Цирина делает счет 4-4. И уже в добавленное отбитрым время на 62-й минуте Павел Аксенов приносит победу 3-м звездочкам. Давайте послушаем Гею Пуцеладзе и Михаила Марголина, соответственно, игрока 3-х звездочек и руководителя Ники. Какие будут комментарии по поводу сегодняшней встречи? Ну, после такой игры какие-то тяжело комментарии давать сразу после матча. Плохо собрались сегодня. К сожалению, два игрока у нас сегодня основного состава не смогли приехать. Немножко где-то на второй тайм сил не хватило. Игрой своей команды доволен. Получалось все на протяжении практически всем матча. 55 минут играли хорошо. Но силы где-то минут за 10-15 до конца начали нас покидать. Где-то немножко не терпели. Не смогли удержать победный счет, к сожалению. Не хватило замен. Все, что могу, как могу подытожить. Спасибо вам. Вам спасибо. Какие будут комментарии по сегодняшней встрече? Ну, хорошо играли. Чуть-чуть. Видимо, после паузы не все готовы. Но вот встягиваемся понемногу. Думаю, будет все нормально. Спасибо. Видите, обидно. Ники, да, скажем, что без замен, можно сказать, была команда. Константин Мельников, один из руководителей клуба, был только в запасе. Играющий тренер Денис Петренко, хоть он по протоколу и был заявлен на эту игру, был не в игровой форме. Выйти на поле он не мог. Вышел Мельников, чем мог, помогал в втором тайме. Но реально не хватило сил Ники. Но мы увидели почерк этой команды, который мы привыкли видеть. Начало сезона, конечно, было не самое удачное. Да, не было, как Михаил сказал, каких-то основных игроков. Но очень понравилось игроники. Я думаю, все будет хорошо. И потихонечку, потихонечку должны они добирать свое. То, что они не добрали в начале сезона. По звездочкам могу сказать только то, что начали они получать достойное сопротивление в лиге. Пока, к сожалению, в лиге чемпионов это никак не отражается. Будем надеяться, что все это поменяется. Но звездочек может поздравить с драматичной победой, огненной игрой. И будем смотреть, что дальше будет с этими командами. Далее у нас в воскресенье начались матчи. Матч «Удар Метеор». Команды, которые по-разному стартовали в турнире. Удар на, можно сказать, позапрошлых выходных. Одержал первую победу в чемпионате. Вообще у нас в высшем дивизионе не осталось команд, которые не побеждали. Далее «Метеор» же очень здорово стартовал. Потом началась небольшая пробуксовочка. Где-то недобор очков. Но в итоге хорошая получилась игра. Вливая победа «Метеора». 1-0. Красивейший гол забивает удар. Как-то вообще очень легко получилось. То, что Клим Третьяков исполнил, как ты знаешь, уверенно так перекинул Андрея Стикачева. Там видно даже по картинке, что Стикачев довольно-таки далеко вышел из ворот. Наверное, не ожидал он. Все-таки нечасно у нас производят удары. Там при отборе практически сразу не поверил. Он поэтому был наказан. Ну, дальше дело взял Сигарь Фомич. Забил он два мяча. И 3-1 ввел «Метеор». И на 47-ой Игорь Коровин сделал счет 3-2. Больше ударов ничего забить не смог. Победа «Метеора» в этой игре со счетом 3-2. Следующий матч у нас идет, опять же, мы смотрим по хронологии. Матч техносила «Меркурий». Наверное, вот единственный, ну, не единственный, еще была матча «Дзюзина-шальные». Наверное, это единственный матч, когда «Меркурий» просто победил техносилу со счетом 6-0. Даже как-то сказать особо нечего по этой игре. Ну, 6-0, это всегда будет 6-0. Ты знаешь, техносила, в принципе, она вот начала довольно-таки неплохо. Показала то, что эта команда реально серьезная. Алексей Саула был у нас в гостях, говорил о том, что, в принципе, как бы есть цели, есть определенные наметки по поводу того, как все будет выглядеть. Но пока видно, что вот эта обновленная техносила пока еще не может показывать тот футбол, к которому они стремятся. Встречались они с одной из самых, наверное, упрямых команд лиги, что и показали результаты прошлогоднего сезона, когда они там заняли 6-е место. В принципе, Меркурий. Пятое место на Меркурий. Пятое место, прошу прощения. И, в принципе, одна не готова, а другие сыграны из-за того, что играют 6-0. В принципе, очевидно. Ну что же, будем смотреть, что будет дальше. Пока что техносила на 14-м месте, 5 очков в команде. А Меркурий тоже был хорошим стартом в команде. Сейчас обретает свою игру на 9-м месте с 10-ю очками. Далее у нас был матч между командами Аминьева и Реальчики. Была игра на три результата. Вот так перед матчем, если скажем о том, что у Аминьева подъехали, как мы их называем, игроки структуры МВД. Это и Эрик Погасян, и Андрей Поглазов. И, конечно же, хоть и был у нас здесь голкипер от команды Александр Луктионов, говорил о том, что сильна Аминьева не только, когда приезжают эти ребята, то, что и своим составом, как без них, тоже пытаются показывать хорошие матчи. Мы их увидели, победным пищевиком было. Одно дело биться на футбольном поле, а другое дело играть в футбол. В этом матче они именно играли в футбол. И, несмотря на результат 4-2, на самом деле, будем откровенно честны, что Аминьева легко забил 4 мяча. Могли еще очень много забить. Могли забить много, да, начали уже куражиться, получать удалось от футбола, попытаться сыграть красиво. И реальчики этим воспользовались, открытав два интервью действующих лиц этого матча скажут нам о многом. Да, давайте послушаем Алексея Кулика и нашего хедлайнера Ильги Познякова. Алексей, здравствуй, поздравляю вас с победой. У вас теперь получается в копилке 3 победы и 4 поражения. Получается, поднимаетесь на 2 места. Скажи, пожалуйста, комментарий об игре. Хорошая игра, жесткая, пару следующих ошибок, а так все хорошо, движемся вверх поступательно. Так что вперед Аминьева. Скажи, пожалуйста, почему сейчас в концовке далось 2 пропустить? Ну, расстабились, конечно, уже поменяли основных защитников, под расстабились, поэтому 2 опустили. Но не страшно. В следующий раз будем чуть пожестче, прособраннее, и все будет хорошо. Спасибо, желаю удачи вам. Спасибо. Илья, здравствуй, поражение 4-2. Скажи, пожалуйста, свой комментарий об игре. Здравствуй, сыграли отвратительно, сзади, впереди, особенно впереди, наверное, единственная игра, которую вообще не создали одного момента. Там 2 забили таких, ничего особенного. Команда, по-разному, сыграла боевая, хорошая, но вообще ничего особенного. Могли выигрывать, и состав нужен, подъехал, все приехали пьяные, все какие-то грустные, недовольные. Не было того веселья, которое всегда и сериальчиков, поэтому проиграли. Понял. Ну, надеюсь, что в следующий квир у вас будет получше. Спасибо. Спасибо. Ну, вот видите, Илья говорит о том, что не настроились сериальчики, не было того драйва, который присущ этой команде. Ну, и результат на табло, на 56-й и на 60-й минуте только реальчики смогли забить два мяча, когда уже, как нам сказал Алексей, провели кое-какие замены, кому-то дали поиграть, влиться в сезон и почувствовать игровой тонус. Отметим Дениса Родина, бывшего футболиста Алмаза, две голевые передачи, гол. Ну, и вообще, конечно, Погасян, Родин, Полглазов, конечно же. Когда они все вместе приезжают, шансов становится у значительно меньшего соперника, значительно больше у Аминьева. Я думаю, надо скаутом молодежной сборной чуть-чуть поработать с ними, чтобы когда будут игры в молодежной сборной, не было никаких соревнований и в структурах МВД, чтобы ребята смогли сыграть. Я думаю, все решабельно за командой. После этой игры Аминьева с девятью очками на одиннадцатом месте у нас находится, а реальчики на тринадцатом с семью очками. Плотность результатов у лиги поражает, и это очень хорошо для конкуренции. Дальше у нас шел матч между командами столицы Артель и Пищевик. Столица Артель по счету выиграла 7-2, но игра, конечно же, была очень тяжелая. На самом деле, несмотря на результат, я могу сказать одно, что все решили какие-то случайности. Одним повезло, другим не повезло. Можно сказать даже о том, что первый тренд закончился 2-1 в пользу Пищевика, и было немножко непонятно, кто в периоде становления, кто уже команда, которая имеет сбалансированный состав и имеет какие-то уже определенные наигранные связи, какие-то определенные общие тенденции. В этом матче очень трудно было это разглядеть, потому что до 4-2, в принципе, Пищевик еще неплохо играл, потом случился пятый гол на контратаке, и эмоциональное поведение одного из игрока Пищевика, за что он вынужден был покинуть поле. И, естественно... Красный карточек, и он покинул поле. Да, 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 ну, это очевидно. Повышенная эмоциональность смягчила немножко ситуацию. И в большинстве Артель и так уже, в принципе, на физике последние минут 15 начинал давить Пищевик, и плюс, когда Пищевик остался в меньшинстве, Артель очень легко давил до разгромного. 15 минут и были, на 46-й минуте Владимир Поваляев сравнял счет, 2-2, и дальше за 15 минут еще 5 мячей столица забивает. Всего за 15 минут 6 мячей забили подопечные Юрия Бабина. Давайте послушаем интервью. Интервью нам дал Константин Сутармин, центральный полузащитник столицы Артель. Кость, здравствуй, поздравляю вас с уверенной победой. Пару слов об игре. Спасибо. Ну, игра была тяжелая. Во-первых, мы проигрывали 2-1, но вот как-то характером, наверное, вытащили, чуть игру собрались, забили, ну, сравняли, забили потом победный мяч, и вот начали как-то двигаться в правильном направлении, начали забивать мячи, летел в ворота. Вот, как-то так. Скажи, ну, вы как-то неуверенно начали этот сезон, из-за чего? Ну, во-первых, честно говоря, начали готовиться, вышли из отпуска очень поздновато, как-то пока вкатывались в тренировки, у кого-то были какие-то свои дела, работа, вот, и на тренировочном процессе это сказалось. Отсюда и поражение, тем более, опять же, усилились какими-то другими игроками, они пока вливаются в коллектив, и вот пока находим взаимопонимание со всеми. Спасибо, желаю вам удачи. Ага, спасибо большое. После этой победы столица выходит на пятое место, 12 очков у команды, пищевик же пока что находится внизу, на 15 месте, 4 очка в активе этого клуба. Далее у нас была очень классная, красивая игра между зарядом и керосинкой, ее мы чуть позже обсудим с Петром Лебедевым, а сейчас давайте послушаем, скажем, что 5-3 заряд победил в драматичнейшем поединке, и сейчас давайте дадим слово Сулейману Абдулину. Сулейман, здравствуй. Хорошо начали, 3-1 повели, но в конце уже немножко сбавили. Что повлияло? Да я не знаю, что повлияло, если честно. Просто что-то второй тайм мы без нападения вообще играли, тяжело было играть. Все, и второй тайм в обороне, я думаю, закономерно, чтобы мы пропустили. Ну и свои моменты там не использовали при счете 3-2. Как раз у меня был момент, когда можно было хватить. Думаю, наверное, как-то так нужно добавлять. Скажи, будете как-то усилять свою команду, чтобы не было впредь таких результатов? Да я думаю, не знаю. Это, наверное, вопрос ко мне, пора усиления. Надо теми, кто есть, играть и стараться лучше. Спасибо, желаю вам удачи. Мнение руководителей заряда Петра Лебедева, игрока Павла Голанова и вообще рассказ обсуждения этого матча чуть позже с Петром Лебедевым. И завершала программу тура у нас матч Зюзина-Шальные. Я ожидал довольно упорного сопротивления. Зюзина сторожил высшего дивизиона, команда, которая провела неплохую селекцию. Единственное, там, конечно же, сейчас вратарская проблема какая-то в клубе нарисовалась. Начинал сезон один голкипер. Дальше вроде Илья Эйлин здорово начал защищать ворот, но получил тяжелую травму. И вот сейчас был бы заявлен Антошин, голкипер известный по выступлениям за ОМК у нас и до этого за некоторые другие клубы. Выступал. Ну, не в нем, конечно же, причин. Там не вратарская какая-то проблема, ошибки какие-то. Да, там, может быть, второй мяч под трессингом. Там неудачная передача была от голкипера. Видел я этот гол. В принципе, шальные играют всегда в свой футбол. Они и в первом дивизионе играли в свой футбол. Физическое давление. Максимально успевать перекрывать зоны. И на это даже обратил внимание один из руководителей команды Зюзина, Дмитрий Чередниченко. Об этом он и сказал в своем интервью. Предлагаю его послушать. Там будет хороший, интересный разбор. Да, и давай сразу же после Дмитрия Чередниченко даем слово героя матча Фархрузу Бадурову, который отметил Сихитрико. Дим, крупное поражение у вас. Скажи, пожалуйста, что не получилось в игре? Много не получилось. Не получилось забить, кроме одного момента при крупном счете. Не получилось. Контр-гру сопернику не получилось нарезать. Очень быстро и легко пропустили 4 гола. После этого уже тяжело было отыгрываться, честно говоря. Попробовали. То есть был какой-то период, минут 15, когда мы забили и не пропустили. Еще было пару моментов. Не забили, все. 10 минут продержались и опять еще 3-х получили. Ну, соперник молодые парни, бегут в атаку, бодро. Также назад возвращаются. У нас часть возрастных людей, если немножко не готовы бы. У нас как-то американские горки. Один матч выигрываем, другой проигрываем крупный. Один выигрываем, другой проигрываем. Непонятно, почему. Ну, сейчас, сегодня, честно говоря, без... Какая самая, наверное, тяжелая болезнь, потому что она по делу очень безвольно не сыграли. Если предыдущие, мы, допустим, заряду проиграли. Но у нас произошел серьезный инцидент с водолем. Он палал, наверное, на месте, ахилл. Мы к тому времени ввели. Ничего постоянно было. Из водолем, можно сказать, играли, поэтому не пускали. То есть здесь вроде состав был нам очень безвольный. Не знаю. Надо разбираться и что-то думать. Спасибо. Но желаю в дальнейшем, чтобы вы выигрывали и готовы были к таким соферам. Судя по нашим результатам, следующая должна быть победа. Ну, не знаю, как пойдет. Спасибо. Хорошо, желаю удачи. Федь, поздравляю с победой, с твоим хит-триком. Расскажи, как игра сложилась. Спасибо. Игра, в принципе, была неплохая. Мы на самом деле думали, что соперник будет чуть тяжелее. Игра будет вязкой какой-нибудь. Мы сидим, они сидим. Ну, они сидят. От обороны и та и другая команда играют. Но они раскрылись. Быстрые мячи забили, три гола забили в начале. И все, игра раскрылась. Они больше начали вперед идти. А мы на контратаках неплохо сыграли. Майя, желаю вам дальше удачи. Победы. Ну, вот послушали вы мнение участников матча. Антон, у тебя что-то есть? Что можно сказать по данному матчу? По данному матчу, ну, в принципе, во втором круге, я думаю, Зюзина сделает выводы из этой игры. И в ответной встрече с данным соперником они уже не будут выглядеть таким образом, каким мы не предстали в этом туре. Все-таки Дмитрий правильно отметил, что команда у них возрастная. И надо искать оптимальную стратегию на матч, подходя к игре с таким соперником, как шальные. Тот же удар очень похож, чем-то по манере игры. То есть, вот с кусачими командами надо использовать свои максимальные возможности и не пытаться прыгнуть выше головы. Все-таки, ну, в 35-40 лет играть на той физике, на том темпе, который предлагает тебе оппонент, ну, не всегда целесообразно. И что подтвердил результат данного матча. Согласен. После этой игры Зюзина на 10-м месте у нас с 9-ю очками. Шальные же на 7-м верхней половине турнирной таблицы. Всего лишь там остается на 1 очку от 2 звездочек. Хоть у звездочка игра в запасе. 7-е место подопечный Дмитрий Шалин с 12-ю очками. Посмотрите еще раз, пожалуйста, на турнирную таблицу. Заряд возглавляет ее. Любители на втором. Звездочки и Керосинка на третьем-четвертом. Их ждет интереснейший матч в пятницу. Уже завтра. Уже завтра, да, они проведут игру на стадионе Вернатка Парк. Отмечаем. Метеор, Шальные, Бутово, Меркурий. Вообще, плотность результатов очень здоровы. И внизу там, да, техносила, пищевик, удар. Но это команды, которые имеют играть в футбол, в которых хороший подбор игроков. И от них можно ждать побед в любом матче. Ника, мы уже отмечали, что довольно низко для себя находится. Но должны набрать ребята по сезону ход. На самом деле, вот так смотришь на таблицу и понимаешь, что 2-3 победы могут полностью перевернуть положение вещей. Конечно. Будем смотреть, будем ждать, какие события будут происходить в высшем дивизионе. И будем знакомить вас с ними в наших передачах. Друзья, переходим мы к высшему дивизиону. И у нас в студии появляется первый гость. Петр Лебедев, руководитель команды «Заряд». Есть повод второй раз позвать Петра в нашу студию. 7 туров высшей лиги уже прошло. Четверть дистанции, считайте. Это первичная дистанция для любого турнира. «Заряд» возглавляет турнирную таблицу. Петь, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Раптон. Привет. Хотелось бы поздравить вас с таким промежуточным успехом. Спасибо. И сразу же перейти к обсуждению матча, который состоялся в воскресенье. Матч с керосинкой. Команде он дался очень нелегко. До последнего не было понятно, кто в итоге будет победителем этого матча. Матч на три исхода. Отметим, волевая победа. 3-1 вы проигрывали по ходу игры. Вот хотелось бы мнение руководителя клуба послушать. Ну, пока еще хоть не совсем только руководителя, еще немножко и бегать приходится. Но это уже основной задуман. Значит, что касаемо конкретно данного матча. То, что на три исхода и на три результаты, это понятно. Потому что, во-первых, керосинка, ну, сейчас нефтяники в приличной форме. А пятиматчевая победная серия. И, собственно говоря, они никому спуску не давали. Что касаемо первого момента. Второй момент, все-таки, это был вечерний матч плюс при плохой погоде. В связи с этим неожиданные отскоки, неожиданные удары. Все трудно для вратарей достаточно. Получили три удара в створ ворот, получили три гола. Но при этом забили первыми. И, в общем-то, ну, по движению мне казалось, что такой проблемы не будет. Проблема пришла сама и нежданно негаданно. Три удара, три гола. Пришлось собирать, искать все силы, мобилизовываться. Где-то заменами поиграли, где-то движения добавили. В конце первого тайма сократили дистанцию до одного гола. И ушли на перерыв более-менее. Ну, с пониманием, что два забили, будет еще. Ну, второй там кардинально другим был. Абсолютно не давали Керосинке мяч. Команда играла без мяча. То есть мы полностью перестроились, собрали мяч под контроль. Огромное количество моментов создали. Ну, я понимал, что матч дожмем. Сравняли, забили, выиграли. Все сложилось так, как, в общем-то, планировали. Как хотели. Не факт, что так сложилось бы. Но желание большое победить было. Тем более, игра была за шесть очков. На тот момент Керосинка нас обходила по разнице мячей. И мы с третьего места понимали просто ничьей с любителями, что мы возглавим турнирную таблицу. И, конечно, в общем-то, заряд к этому шел. И вот где-то в промежутке мы сейчас являемся лидерами. Теперь нам будет еще труднее. В каждом матче все будут на нас настраиваться. Да, и календарь у вас очень интересный. Вообще, действительно, матч был за шесть очков. Потому что в случае победы Керосинки, Керосинка бы сейчас у нас возглавляла турнирную таблицу. Да, там теоретически могут еще и Керосинка в случае доигровки своей набрать такое же количество очков. Но это все, если бы докабы. На данный момент мы имеем то, что имеем. Заряд возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона Юго-Западной Лиги. Давайте мы сейчас послушаем интервью Павла Голанова, который он нам дал после матча с Керосинкой. Паш, поздравляю вас с победой. У тебя дубль со штрафного. Пожалуйста, свой комментарий об игре. Ну, мы сегодня проявили все свои бойцовские качества. Команда собралась после... Ну, начало у нас не получилось, конечно. Какой-то сумбур, какая-то боязнь. Но потом мы проявили больше... Хотели, наверное, больше выиграть из-за этого. Вся команда билась до конца. Из-за этого мы выиграли. Слушай, вот наблюдал, уже несколько игр у вас, вы начинаете проигрывать, а только... Ну, и под концовку уже начинаете забивать и выигрываете. Что с этим делать? Я думаю, что, наверное, это больше связано с тем, что мы первый сезон в Премьер Лиге. Ребята, еще какая-то сумбур, какая-то неуверенность в игре. Но потом, в течение времени, мы находим свою игру и выиграем. Надеюсь, вам найти дальше свою игру и побеждать только. Спасибо. Ну, вот послушали мы интервью Павла Голанова. Павел стал одним из героев этой встречи. Забил, уже можно сказать, традиционные для него мячи из штрафных. Он их как орешки щелкает, эти штрафные. И очень много красивых мячей он забил. Плюс, конечно же, важнейшая голевая передача на Владислава Мерлушкина, после которого счет стал 3-3. Головой Мерлушкин сравнял счет. И после там потом дальний удар Бориса Конного, там чуть-чуть Газаров в уголке Керосинки сплоховал. Но там можно списать на погоду, на обстоятельства, на то, что было темно. Петь, у меня вопрос именно по составу команды. Это большая идет ротация. Это Тарчука мы увидели наконец-то в деле в этой игре. Тарчук вернулся в нашу лигу после странствий по полям западной лиги. Поиграл он за Заречи, поиграл он за Титан. И вот сейчас вышел он за Заряд. Но мы на самом деле все ждем звезд, где обещанный Янбайк. Мы его все ждем с первого тура. И что-то пока не можем увидеть. Хороший вопрос. А что касается команды и в принципе состава, да, ротация идет. Но она в общем-то в большей степени связана с тем, что немножко люди, которые приходили в первом дивизионе под игры, где-то не подрасчитали календарь, где-то понимали, что им будет интересно сейчас. Заявки мы их оставили. Саша Алхазов играет за Олимп. Ему просто по временным рамкам не получается присутствовать на играх. Он вчера был на игре, смотрел, но именно чтобы играть нет. Что касается Лешты Турчука, мы очень рады, что он наконец-то вернулся. Мы долго, он залечил травму. У него передний надрыв был передней поверхности бедра. И он там два с половиной месяца останавливался, к реабилитологам ходил. Набирает форму, за дубль вышел, отыграл практически весь матч. В этот же день приехал за основу. Хорошо себя чувствует, будет. Я думаю сейчас набирать. И это, конечно, наша боевая единица. Мы на нее очень сильно рассчитываем. Сергей Шумейко пока не восстановился после травмы. Карен Аганян вышел, пока из состава куда-то пошел в странстве по другим, наверное, футбольным баталиям. И поэтому где-то какая-то нестабильность есть. Но основной костяк на месте, поэтому будем смотреть по позициям, будем думать. Конечно, Павел Голанов, что касается его, то и штрафных, да, Паша штрафной, как пенальти. Попал-попал, не попал гол, не попал, промахнулся. Поэтому тут в принципе 50-50 с его опытом колоссальной игры в футбол и большой, и мини-футбол. Он уже 10 лет в ЛФЛ и на высоком уровне, всегда в высшей лиге, и там, и с Мега Титаном, и где он только там не выступал. Вот, поэтому у Паши опыта хватает, такие, как Паша, собственно говоря, и заводят команду, и сами бьются. И если у Паши что-то плохо со здоровьем или с настроением, то это, конечно, отражается и на результатах команды в том числе. Так что будем стараться, будем развиваться, будем ротировать. Петь, у меня такой вопрос касательно сборной игры. Почему на дубль приезжает колоссальное количество людей, а на основу все-таки скамейка довольно-таки пустовата. Это, в общем-то, наверное, именно и связано с теми задачами, под которые первая команда заряда была создана для выхода в вышку. Что касается дубля, для чего он есть, у нас огромная заявка, нам нужна ротация, нам нужно смотреть, где играет, кто играет, как, какие связки, кто между собой может. Что касается первой команды, туда могут приехать только люди полностью готовые и психологические в том числе. То есть, высший дивизион, это не первый дивизион. Там было трудно, мы за него бились, мы не смогли его выиграть, мы получили серебряные медали. И такой весь сезон тоже начинали ни шатка, ни валка. У нас была Лига Москвы, полуфинал, тяжело. Но боевых моральных качеств пока команда сейчас не обрела. Поэтому на высший дивизион, на первую команду приезжают играть только люди, готовые выходить с первых минут. Я видел даже тебя, ты присутствовал в не самом лучшем состоянии, помню, да, был определенный момент, когда ты себя плохо чувствовал, но тебе пришлось переодеться. Сбутова игра была, когда в запасе. Стоял, видно было, что ты не особо был готов играть. Я не был готов, но у нас не было замены. И на тот случай, что если мне кто-то там сломает ногу, не дай бог, или там что-то получится. То есть это просто как в шахматах занять позицию не более того? Нет, это было именно связано с тем, что у нас же несколько ребят занимаются профессионально до сих пор футболом. Влад Мирлушкин и Максим Махудинов, они профессиональные игроки мини-футбола. И у них иногда так бывает, что мы ставим календарь в понедельник до вечера, матчи назначаются. И могут назначить матч по туру и во вторник и в среду. И где-то вот мы недоподрассчитали и, соответственно, лишились двух боевых единиц. Колдаев Дима был на травме. Ну, как на травме, он там болел, у него там рука болела, температура была, не мог приехать. Поэтому минус три человека, получаешь то, что получаешь. Поэтому, ну, случаются такие вещи. Не собрались, ну, была бы с Бутова игра другое абсолютно. Я хочу сказать, что Бутова, конечно, не подарок никому абсолютно. Любители в последнем туре это увидели на себе. Но так бы легко они бы не выиграли, это 100%. Ну, будем брать реванш во втором круге, у нас все впереди. Ну, да, опередил Петр меня. Хотел я за вопрос задать про Дмитрия Колдаева. Общаемся мы с коллегами из других лиг. И на севере же играл Дмитрий. И коллеги с севера очень высоко его оценивали. И было удивительно, что он не играет за заряд. И они говорят, что это человек, который сильный футболист. Я, честно, вот в этом сезоне на полях Юго-Западной лиги видел один раз только Дмитрия в игре за Дубль. Да, он сейчас немножко пытается попасть в строй. У него тяжелая ситуация, мягко скажем так, возрастная. Небольшой переход, он себя ищет в жизни. Поэтому у него не всегда, то есть он и по тренировкам едет, клуб все пытается новый найти. Не понимает, то ли он останется в профессиональном футболе, то ли не останется. То есть он вот в таком небольшом поиске. В связи с тем, что возраст не очень позволяет еще и в нормальном режиме. Я не в плохом смысле говорю, что для того, чтобы приехать на утренний ранний матч, нужно вечером помнить об этом. Именно помнить. Нужно лечь, нужно подготовиться, нужно встать, нужно не болеть, нужно следить за собой. И это в этом, собственно, профессиональным сказывается. То есть мы хоть любительская лига, но у нас 50% там играют профессионалы. Профессионалы либо в себе, либо в футбольном плане. Но порядок иногда бьет и класс. Поэтому те, кто режимят и те, кто знают, что им играть в футбол в туре, они готовятся физически и морально к этому. Очень часто выиграют керосинку, между прочим, тому пример. Профессиональных футболистов там очень мало, но порядок в их рядах просто идеальный. Поэтому, собственно говоря, они идут сейчас на это. Керосинка, конечно, здорово прибавила в прошлом сезон. Вот это вот какая-то неопределенность. Вообще будут ли они играть в высшей лиге? На плюс им пошла. Конечно, тройка помогла. Жуковский фантастически усилил команду. Плюс новые пришедшие игроки, братья Газарова те же. Очень сильно помогают команде. Какой-то появился у них. Мало того, у Керосинки была поставлена игра. Сейчас больше прагматизма стало. Сейчас больше прагматизма. Но вот эта вот фирменная игра Керосинки в пас, она никуда не делась. И, конечно, Глаз радуется, что команда, наш чемпион в прошлом, возвращается, возрождается как птица Феникс из пепла. И очень хорошо, что это происходит. Петя об этом и сказал, как раз то, что удалось сделать то, что не удалось многим командам в лиге лишить. Керосинка мяча. Соответственно, это и принесло залоговую победу. Вот и все. Ну, мы перестроили. То есть, мы понимали, если мы будем дальше играть без мяча и будет много борьбы, и мы будем продолжать играть верхом, то это может привести к плачевному результату конкретно матча. Нужно однократно в этом сезоне, да. Было принято решение, мы вышли, перестроились, опустили мяч вниз. Учитывая то, что Влад Мерлушкин был в прекрасной форме, владение внизу Влада. Конов Борис прекрасно владеет. Шоня отработал просто безумный матч. Два наших защитника. Свирин Антон подошел. Саша немножко абазинский устал. И Татарчук сел на место последнего. Они все сударм, они все спасли. Да, Милосердов травм получил. И мобилизовались. Все, выражили небольшую ротацию. Две-три заменки. Юрчик вышел во втором тайме более-менее. В первом тайме проваливался. Не очень понял. Тоже после травмы две игры человек пропустил. Ну, получилось, что получилось. Мы рассчитывали на победу. Хотели ее. Наверное, мы просто правильно сказал Паша, больше ее хотели. Поэтому мы ее выиграли. По вратарям не могу спросить. Вчера основным голкипером был Макаров. Впервые я видел, там вроде планировалось сказать замену вратаря. В итоге она не случилась. Вообще, вот в команде три голкипера. Это Владыкин, который играл во втором в первом дивизионе. Это Калинчев, который большинство матчей защищал ворота в этом сезоне. И Макаров, как подразделяется игровое время между голкиперами вообще? Какая вот... Что касается голкипера в заряде, это отдельная, конечно, история. Но вообще голкипер – это отдельная футбольная единица. И футбольные ли в жизни не совсем понятны. Это люди абсолютно из другого, так сказать, из другой когорты. Что связано у нас? Значит, сейчас Владыкин Александр временно играет за дублирующий состав в втором дивизионе. Связано это с его спадом. Спадом, опять же, и взрослым. Он закончил профессионально тренироваться с КФК. Он потерял форму немножко, подрасслабился. И в середине первого дивизиона я уже начал посмотреть, что команда «Заряд» огромное количество мячей пропускает по ошибкам вратарским. И Мишка Калинчев у нас был заявлен в первом дивизионе, мы его не заявляли. Но я его редко... Он постоянно играет за трудовые резервы. У него профессиональная карьера еще длится. Он еще не знает, что он будет делать дальше. Но в любом случае, человек в форме. Он в тонусе. И он спортивный, у него сильные руки, и он продолжает заниматься. Саша немножко сдал в этом отношении. Это был некий воспитательный шаг, воспитательный для Александра. И мы сказали, что в высшем дивизионе ты не будешь начинать, будет начинать Миша. Но иметь одного вратаря в высшем дивизионе – это подобно смерти. Поэтому Влад Макаров – это наш давний товарищ. Мы его давно знаем. И Миша вместе тренируется. Он, по-моему, играет за троицк. ФК тоже до сих пор стоит действующий футбольный. Поэтому у нас три равноценных принципы одного класса вратаря с хорошей школой, с хорошими данными, с прекрасной техникой. Все втроем. Что касается этой... Ну, отвечаю, что у нас с вратарями. Что касаемо конкретного матча с Керосинкой и вот этого небольшой сумятицы, произошедшей в перерыве, было ощущение, разговаривая с Владом, пока я был на бровке, что где-то после вот этих трех ударов и трех пропущенных голов, где-то что-то у него не пошло. Я боялся, что это может отразиться на втором тайме. Потому что, когда мы в конце первого тайма забрали инициативу, забили гол, какой-то мандраж, если будет оставаться, неуверенный вратарь, это тяжело. Передается вся команда. Тем более скользко, темно. Вот эти все рикошетики, на это надо все реагировать. И если это будет неуверенность, она потом будет сзади. Я спросил Миша, готов ли он, Миша сказал, я готов. Я говорю, ну все, давайте тогда, потому что Влад что-то там. Пока пошел перерыв, пока они там между своей ПГ, он говорит, все, все, я остаюсь, я в себе уверен. Уверенность в нем осталась. Он второй тайм сыграл на ноль. А мы в втором тайме, один момент, там навес был, кулаками сыграл хорошо, на выходе, там еще ударом верхом. Выходы, вверх, все снял, да, он уверенно сделал свою работу. То, что должен был сделать, на что процент сфотработал. В второй тайм, конечно, заряда преимущества было. Второй тайм, я по мне тогда, мы там, я не помню вообще ни одного момента в втором тайме, что керосинка даже, ну ударов точно не было. Куда-то в сторону, рядом, там, куда-то с каких-то просто штрафные, там, ну это было. Вот если вот аналогию провести с прошлогодним чемпионатом, то это отличительная черта была трехзвездочек, когда они заваливали первый тайм. У них в этом году тоже самое продолжается, они первый тайм всегда заваливали, второй тайм всегда переворачивают. То есть, судя по всему, у вас ориентир, так я понимаю, на команду чемпиона идет, да, чтобы ставить себе тоже чемпиона? Ну, я не буду так далеко загадывать, конечно, все ребята 100% захотят чемпионства, и заряд, начиная с третьего дивизиона, каждый год повышается в классе. Ну, сам Бог велел, значит, либо попасть в призы, либо выиграть этот чемпионат, почему бы нет сходу, пока катится. Состав в костях тот же, людей особо не меняли, будем выступать, но не получилось в Лиге Москвы, ну как не получилось в полуфинал-то результат. Полуфинал хороший, да. И, значит, будем пробовать в Лиге чемпионов себя, кубки Москвы будем пробовать, кубки ЛФЛ, куда попадем, да, то есть, тут вопрос такой же риторический. Никому, я не думаю, что кто-то из нашей команды скажет, а не, ребята, на мой 5 место сойдет, то есть, ради этого-то данных-то на поле не будет ездить. Будем биться, да, амбиции есть, комплектация есть, у нас коллектив дружный. Самое главное, мы все друзья, мы все дружим, мы все общаемся и все друг друга поддерживаем, поэтому... Ну, коль уж мы вернулись, да, к прошлогоднему выступлению на Лиге Москвы, вы же играли с Фениксом 9, Феникс 9 вот в эти выходные не оставил ко мне, а ко мне от любителей. Там другая команда, с ним какая разница, все равно, основа осталась та же, примерно. С Фениксом 9, Антон, мы встречались еще на Кубке Переправы, может не забывать. В этом году. В этом году, и это была уже та команда, та самая. И мы натерпели 1-3 там, а здесь я уж не помню, как мы сыграли. Нет, Кубок Переправы, одна игра. Одна игра, 1-3, да, то есть 0-3 был по матчу, 1-3 закончился. Я не могу сказать, что не было шансов, но мы туда абсолютно приехали разобранные, у нас не было состава. Я вообще не понимал, для чего этот Кубок нужен, если бы нам кто-нибудь сказал, что мы в Кубок ЛФЛ попадем по результатам данного Кубка. Подход был бы другой, да? Абсолютно другое, конечно, то есть была бы, мы бы приехали, мы бы все к тебе предложили, потому что какой-то там матч. А так как просмотровый турнир был? Ну просто посмотреть, что там, где кто-то, там и Бельков Андрей выступал, и Проказа Италий приезжал, и братья Романовы были на игре. Ну то есть это был турнир, к которому мы не готовились, и естественно, то, что Феникс 9 там спокойно вышел на полмагии. Ну я не скажу, что там они прям совсем, но моментов было много на самом деле. Саша Владыкин как раз в этом турнире потащил-то много там ничего. Хотел остаться в первой команде, сущим по-сему. Ну никуда не, у нас нет первой команды и второй, я еще раз подчеркну, у нас есть клуб, у нас есть общая заявка. Я возвращаюсь к твоим словам о том, что говоришь, начнешь со второй лиги в этом году, пойду. Ему нужно набирать форму, выкинуть человеку очень легко и просто, скомкать и убрать. Отдать человеку возможность набрать форму, вернуться всегда, это всегда приятно. Оно всегда в основном и помогает, люди часто возвращаются из небытия как раз, когда чувствуют доверие со стороны. Они слишком молоды, в 21-22 года заканчивается футболом, тем более на любительском уровне. Где тогда играть? В PlayStation только осталось? Ну только да, но это уже не спорт. Вообще я хочу сделать свое наблюдение, поделиться своим наблюдением по поводу игры заряда. Команда всегда очень не сильно стартует. Вспоминаю я старт во второй лиге, не сразу победы были. В прошлом году в первой лиге начали с двух мячих подряд сразу. В этом году старт тоже техносила ничья, поражение от Бутова. И дальше по сезону команда начинает нанимать оборудование. Мы сыгрываемся, опять же, есть перерыв летний, кто-то приехал с отпусков, кто-то травму не залечил, кто-то без лишней набрал. Нужно привыкнуть, нужно втянуться, лидерам нужно себя проявить, любым из лидеров. Нужно понимать, кто будет с костяком, кто в какой форме, насколько мы можем рассчитывать на того или иного футболиста. Поэтому, естественно, где-то, да, с техносилой мягко разобрана была такая игра. То есть, вообще, то есть, мягко непонятно, с Бутова не сбор, с ударом на последних секундах тоже забрали три очка. Прям вот на последнем угловом, прям со свистком практически забили. У вас там было два разных тайма, мы разбирали эту игру в передаче. Если первый тайм Заряд играл именно в свою игру, быстрое перемещение, быстрый пас, 2-0, а дальше перешел на игру удара. Это вот стандарты, это куда-то выносы, куда-то... Когда начинает команда сбиваться на соперника, на игру соперника, тем более от простого, при счете 2-0 ты ведешь, в общем-то, где-то хочется успокоить игру, упростить ее для самих себя. Защитники начинают играть вперед, не зацепился нападающий, или зацепился, под него открылись, там команда побежала вперед, обрез, не прием. И начинается, ну, это, естественно, все накладывается. Поэтому это, опять же, связано с психологией. Чем больше ты сыгрываешься, тем больше ты понимаешь своего партнера по команде, тем проще играть, тем проще становится. И, может быть, даже каждая игра от тайма к тайму и прибавлять к концу игры, это может быть даже что-то в лучшем, чем забивать первым три, а потом там сидеть и цепляться за эти очки. Играть все 60 минут. Опыт набирается. Все-таки в первом дивизионе в том году мало команд было, наверное, которые при 2-0 после первого тайма не складывали оружие в основном. Там уже доходило и до разгромных побед, и очень часто это в первой линии. В этом году так же. То есть там чаще складываю. А здесь я аутсайдер все-таки в высшем дивизионе, они до конца не знают, что они будут до 60-х минуты биться до конца. Все знают, что за минуту можно перевернуть игру. Я, что касаемо высшего дивизиона, да, юго-запада и первого, для меня, конечно, играя в первом дивизионе, несмотря на высшее, было ощущение, что ни о чем там особо-то не отличается. Но придя сюда, видишь опыт игроков, скорость мышления, скорость владения мячом, скорость избавления от мяча, скорость понимания своего силу, да. То есть вроде бы ничего большой разницы нет, но яма колоссальная. Особенно там топ-7 команд первого дивизиона, наверное, где-то смогли бы частично здесь какие-то очки цеплять. Но все остальное, что в первом дивизионе есть, выйдя сюда, они, ну, команды высших дивизионов на камне не оставят, конечно. Ну, что матч Кубка обычно не показывают. Ну, в том году у нас был Алмаз, который там пробился далеко достаточно. У вас было ММФ в поражении. У нас продолжение с ММФ, да. Мы в этом году сметили 3-3 пенальти, проиграли, 3-3 пенальти проиграли. Причем за минуту до конца видя 3-2, да, и на последних секундах пропуская и проигрывая серию пенальти. Ну, бывает ничего, у нас два матча выше, здесь еще есть, посмотрим. Вернем должок. Ну, не будем загадывать, да, но будем стараться. Давайте напоследок заглянем чуть-чуть вперед на ближайшие выходные. Вас ждет супер матч, думаю, серьезный экзамен для заряда. Это любители, любители, которые провели неудачные уикенды, сыграли в ничью с Бутово, сокрушительно проиграли дома Фениксу 9. Мысли какие об этом матче? Пускай теперь на нас настраиваются. У вас все мысли. Будьте присоединяться. Для нас, для нас сейчас в высшем дивизионе, юго-западной лиги, непроходимых команд нет. Мы будем играть от своей силы. Пускай любители думают, как играть с зарядом, а не заряд думают, как играть с любителями. Мы здесь новички, мы сейчас играем в футбол, а все остальные мучаются, наверное, где-то. Кто-то мучается, а кто-то нет. Значит, будем смотреть на турнирную таблицу. Если любители соберутся и дадут хороший бой, то мы будем только рады. Нам и за футбол, за красивый футбол, за то, чтобы футбол развивался. И наша лига в том числе развивалась. Нам нужно уровень поднимать не только тех команд, которые по 9, по 7, по 8 в Лиге Чемпионов получают. Ничего с этим сделать не могут, как прошлый уикенд. 3 звездочки, 6, ну, нужно создавать конкуренцию. Чем будет выше конкуренция, тем будет выше уровень тех команд, которые будут представлять наши на московской арене. К сожалению, если мы будем здесь, двоится между собой, там, ни к чему хорошему это не приводит. Абсолютно, да, то есть уровень Юго-Западной Лиги расти не будет. Чем больше будет счет 3-3-5-5-7-7 битвы на последних секундах, тем больше опты будут получать команды, тем лучше будут наши результаты. Ну, конечно, конечно, не будет тепличных условий, команда будет конкуренция, команда будет расти, будут приобретать игроков, усиляться, конечно же. И это очень хорошо будет для Лиги в первую очередь. Ну, что же, Грейм Петрову, спасибо большое, думаю, будет еще не один повод встретиться в этой студии. Надеемся. Удачи вам, команде. Вам удачи, спасибо вам огромное. Спасибо, всего доброго. Всего доброго. Поговорим немножко о первом дивизионе. У нас сегодня гость в студии Станислав Волкодав, он будет у нас чуть попозже. Сейчас посмотрите, пожалуйста, на экранах таблицу первого дивизиона. Видим мы, что лидирует Росвайна ипотека с 22 очками. Атлас на втором месте по дополнительным показателям также 22 очка. Третье место Трейдер Тингус 19, четвертое Пиоритет 19, на пятом месте Чемпионат с 18, но у них еще есть игра в запасе. Прайд на шестом месте 18 очков, Селест на седьмом 16 очков, ММФ 2 на восьмом 15 очков. То есть плотность очень высокая в верхней половине турнировой таблицы. Снернадская отека, Оператив Озер 9 место, 14 очков. Вершина 14 очков и на десятом месте. Плотность высокая, так как и вверху, так и внизу. Внизу находятся такие команды, как Метрологик, КАМАЗ, Карбланш, Химик, Тонна, Торпеда Гагаринский, Нибир и все опытные турнирные бойцы. И, конечно же, нынешний первый дивизион это, наверное, сильнейший за последние годы. Насколько я помню, вообще такой сильной первой лиги никогда у нас не было. Я предлагаю обсудить несколько самых интересных матчей, которые были в прошлые выходные. Конечно же, топ-супер матч это был матч между командами Росвоен ипотека и трейдер Тим Гуфс. 4-0. Росвоен ипотека побеждает в этой игре. Но стоит отметить, это, конечно же, не проблема Росвоен ипотеки. Росвоен ипотека молодцы, здорово. Сразу же, что бросилось в глаза в этом матче, я смотрел эту игру полностью. Не было Павла Артиняна и Андрея Зайцева. Я с Владимиром Гулешиновым удалось мне прямо перед игрой встретиться. Я как бы собирался уже выезжать из стадиона. И мы с ним обсудили. Он сказал о том, что у него сегодня не оптимальный состав. И, в принципе, сильный результат он не рассчитывает. И сказал он следующее. Говорит, даже если мы сегодня отдадим, ну не отдадим, а проиграем и не наберем 3 очка, то в ответ на встречу мы обязательно это сделаем. И вообще по чемпионату он планирует набирать хотя бы с каждой из команд в двух встречах по 3 очка. Одно из команд лидеров, я имею в виду. То есть, он говорит, главная задача на сезон, чтобы подняться на ступень выше, это не отдавать очки средним командам и аутсайдерам. Поэтому, в принципе, это поражение трейдера, оно в какой-то части было запланировано. Если можно так сказать. То есть, сильно оно никого не расстроило, даже самих игроков. Ну, оно расстроило. Давай дадим слово Игорю Титову. Давай дадим слово. Здравствуйте. Можете дать комментарий по прошедшей игре? Здравствуйте. Ну, я считаю, что игра прошла ужасно, потому что проиграли. Да, осадок на душе есть. Да, будем работать над ошибками, потому что такого допускать нельзя. Состав сегодня не собрался, это был неоптимальный. Я думаю, что проиграли тоже из-за этого. Тебе спасибо, удачи в следующих видео. Вот видите, расстроен немножко все-таки Игорь. Но, в целом, да. Поражение, оно и поражение. Ну, на самом деле, в этом и хороша дистанция любительской футбольной лиги, что очень многое зависит от того, кто у тебя приехал. И должен принять распределять силы, именно вот, чтобы на какие-то важные матчи приезжали сильные футболисты. Если Росвоенапотека пристала в оптимальном составе, то трейдер не смог собрать. Не совсем в оптимальном, да. И, соответственно, получил первое поражение в чемпионате. Ну, Росвоенапотека сделала выводы, исходя из прошлого чемпионата, да, когда они трех будущих представителей высшего дивизиона, они, по большому счету, всем троим проиграли. В этом году они берут свое назад, то есть они не дают к себе приблизиться никому. То есть трейдер Тим Гус, который зарекомендовался как рептоколлектив, тоже ставит задачу тоже по подъему на дивизион выше, они сейчас решают от них оторваться. В принципе, все грамотно, потому что на финише, сейчас зимний период, ладно, про финиш мы сейчас не говорим, про зимний период. Зимний период, начнется вот этот вот непонятный футбол, когда будет непонятно, кто из них лидер, кто аутсайдер. Поле будет тяжелое, качество уже технического оснащения и тактической подготовки не будет сильно влиять на итоговый результат. Поэтому, в принципе, сделать сейчас осенью хороший запас перед зимой, я думаю, это основное, то, чем занимается ипотека. Согласен. Давай дадим слово победителям. Алексей Аникин, игрок Росвоенапотеки. Здравствуйте. Можете дать комментарий по прошедшей игре? Да, конечно. Хорошая игра была, сильный соперник. Игра, считай, за 6 очков была, потому что команда занимает первое место, очень много забивают. То есть, очень определенная именно для нашей команды была игра. Мы как бы хотели попробовать свои силы, но нам как бы по игре удалось. Я считаю, что сегодня мы соперника переиграли, свои голы забили, отыграли на ноль. Вся команда отлично сыграла, каждый бился друг за друга. Ну, в принципе, и все. Спасибо. Эта игра состоялась в субботу. Также отметим мы, что в субботу был еще один интересный матч. Тонна, одна из самых наших опытных команд, поигравшая много и в высшем дивизионе, и сейчас оказавшаяся в первом. Играл с новичком дивизиона приоритетом. 7-5 в итоге победил приоритет. Но по игре, по игре, на 29-й минуте первого тайма счет был 5-0 в пользу команды приоритет. Стоит отметить, что у Тонны был практически оптимальный состав. То есть, мы увидели и Илью Егорова, и Юрия Кашурникова у Воротов, что не всегда было в этом сезоне. И вообще, и Сергей Парнивус, понятно, традиционно был, и Алексей Пискарев. Все лидеры были. Все лидеры были. И мне кажется, что если бы еще бы вот этот матч второй тайм продлился бы, то у Тонны были все шансы сравнять счет. Да, там какие-то замены уже делались, приоритеты, чтобы дать поиграть другим людям. Где-то не хватило опыта, а Тонны именно за счет опыта, за счет злости. Поймали ребята свою игру. Я очень много работал на матчах Тонны в этом сезоне. И могу сказать то, что я увидел в втором тайме с приоритетом, это уровень топ в первой дивизион. И если они вот сейчас вот этот вот пойманный ими темп, игровой тонус, темп, если они его поддерживают, вот они вот почувствовали, как вот они играли, они умеют так играть, то, конечно же, из низов в турнирной таблице команда выберется. А сейчас давайте послушаем главного треймера приоритета и голкипера Тонны Юрия Кашурникова. Здравствуйте, поздравляем вас с победой. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, задачи на сезон. Ну, наша задача на сезон первая, конечно, закрепиться в центре таблицы, так как мы первый год в первой лиге. Но и будет хорошо, если мы выйдем в высшую лигу с первого сезона. Это наша тоже одна из задач. Комментарий по поводу игры можно? Ну, играли мы, как всегда, хорошо. После удачного старта мы расклеились, из-за того, что у нас команда молодая, не очень опытная. И потом все-таки мы игру не отдали. В итоге плюс 4 мы, да, плюс 2 довели. С счета, сколько там, 5-0 или 5-1 до 9-7. Ну, ничего страшного, это тоже опыт нам лучше сейчас, чем в важных матчах. Спасибо большое. Здравствуйте. Можно пару слов по прошедшему матчу? Ну, мы, как бы, очень плохо первый тайм начали, закончили 1-5. Собственно говоря, не хватило, наверное, жесткости какой-то в игре. То есть все ошибки, все голы там, по сути, наши ошибки. Вот. По второму прибавили, как бы, как раз в борьбе. И, собственно, там второй выиграли по счету несколько голов. Поэтому... Ну, плюс, конечно, там команда молодая. То есть здесь у нас физически, может, где-то еще не хватало. Вот. В целом, по игре, наверное, проиграли, но могли и получше. Можно там было зацепиться, если бы не начали, конечно, так передайм не провалили. Выходим уже, Илю. Спасибо. Что ж, после этой игры приоритет на 4-м месте с 19-ю очками. Тонна на 16-м с 4-мя баллами в активе. Но думаем мы о том, что Тонна выберется из зоны вылета. Должна эта команда это сделать. Ну, давай даже наши выводы с тобой основываются на чем. Даже по прошлому сезону, да, Тонна тоже первый круг заварила, а потом как начала всех выигрывать. И им было все равно. Даже в высшем дивизионе им было все равно. С тем же самым практическим составом они выступали. Им было все равно, с кем играть. С тремя звездочками – качественный футбол. С любителями – качественный футбол. То есть там они проигрывали только крупно, только когда у них не собирался состав. А так, в принципе, Тонна с их опытом, с их составом, с их знаниями ЛФЛ. Ну, то, что они будут в восьмерке – это точно. Просто насколько у них вот это вот затянется. Самое главное, чтобы они вот успели вовремя остановить этот процесс. Вот и все. А так, в принципе, я уверен, то, что Тонна не вылетит, вообще вопросов никаких не вызывает. Я придерживаюсь такого же мнения. Отметим, что в субботу была игра Нибир-Торпеда-Гагаринский. 6-5 Нибиру победил. За пять минут до конца ввели 5-3 футболисты Нибиру. Но потом два мяча Торпеда. И уже вроде казалось, матч заканчивается результативной ничьей. Но в конце атака Нибиры. Все остается 6-5 в пользу Нибиру. Реакция Николая Иванова, галкипера Торпеда, была крайне показательная. И пока футбольник у Торпеда разыграл мяч в центре поля, вратарь ушел просто на трибуны. И полевой игрок, кто-то из тех, кто был на поле, он Денис Рыгальн, встал в ворота. Ну, ты знаешь, Торпеда... Ну, не выдержал ли нервы. Любому галкиперу не понравится пропускать 6 мячей. Тем более, там, на последних секундах, когда забивается 6-й. Я говорю это к чему? Просто как замечание. Вообще Нибиру провел классный уикенд. Одержали две победы. Выбираются ли? Были обыграны Торпеда, был обыгран Айсберг. Айсберг была сумасшедшая игра. Айсберг опоздал на этот матч. Начал его в минус 2, 5 в поле. И играл до 11 минуты второго тайма. Минус 2. И знаешь, какой счет был? Нет. 1-0 в Айсберг. И еще несколько сейвов галкипера Нибиру Михаила Денисова помогли тому, что там не 0-2, а не 0-3 было. Но дальше подъехал Иван Каландадзе за Нибиру. Приехали там и у Айсберг футболисты. Может они из одного места ехали, не знаю. И в итоге, конечно же, все-таки опыт футболистов Нибиру. Выступление в высшем дивизионе. Воронов, Каландадзе. Конечно же, Горбачев. Конечно же, все это сказалось. Плюс у Айсберга был не основной состав. Дмитрия Пчелкина не был руководителя команды. Плюс не все были сильнейшие игроки. Ну, Нибиру классный провел уикенд. Сказать здесь нечего. Ну, как-то я и говорил, что Нибиру рано или поздно начнут набирать очки. И вот они в эти выходные доказали, забрав максимально количество очков. Еще два матча за уикенд проводила команда «Вершина». Оба матча они выиграли. Был повержен «Алмаз» со счетом 3-2 в субботу. И «КамАЗ» со счетом 5-4 в воскресенье. По вершине можно сказать, что команда сейчас находится на 10-м месте. 14 очков. Как-то вот мы забываем, что «Вершина» у нас тоже новичок 1-го дивизиона. Да, мы отмечаем там мощный старт «Атласа», трейдера, «Приоритета». Но «Вершина» же тоже в своем дивизионе в прошлом году. «Вершина» в том году в своем дивизионе заняла второе место. И крепкая команда, которая знает, как играть в футбол со своим почерком. И вот начали ребята это показывать. Две победы, 6 очков, 10-е место. И до зоны плей-о всего 4 очка. Будет интересно посмотреть, как дальше будет двигаться по турниру «Вершина». Ну, конкуренты у них тоже такие же цеплячи, как и они сами. Это «Прайс Лест» и «ММФ-2». Это все вот команды, которые без боя не отдадут ни одной игры никому. Да, соглашусь с тобой. То, что мы уже говорили о том, что 1-й дивизион очень плотный. И даже вот «Вершина» в ближайшие выходные играть с «Хэнговером». Вот неизвестно. На три исхода. На три исхода, да. Что будет, непонятно. Ну, вообще непонятно. Непонятно. Потому что «Хэнговер» тоже очень эмоциональная команда. Несмотря на то, что мы затронули в этот уикенд. Они хоть и проиграли с разгромным счетом одному из лидеров «Атласу». Со счетом 1-6. Но, зная подопечник. Стадиону Масюка, когда у них, как говорится, прет, то они способны обыграть любого. И, то есть, да, соглашусь с тобой, что абсолютно не надо, что будет в этой игре. Раз уж мы перешли к «Атласу». «Атлас», который сказал, победил крупно «Хэнговер». «Хэнговер». Пару слов об этом матче какие-то. Можешь сказать, именно по игре «Атласа», что, как команда провивает этот матч? Ты знаешь, «Атлас» в этой игре выглядел как команда, которая уже знает, что нужно сделать для итогового результата. В этой игре, не откладывая дело в долгий ящик, они забили быстрые два мяча. Плюс в середине тайма они забили третий. И, то есть, в принципе, «Атласу» нужно было не отдать. А зная то, что «Хэнговер» – эмоциональная команда, тут как бы надо просто было держать свои эмоции под контролем и доводить дело до итогового положительного результата. В середине второго тайма был назначен пенальти у ворота «Атласа». Счет стал 3-1. И вроде, казалось бы, сейчас вот-вот заведутся. Но завелись немножко не в ту сторону. И получили три мяча еще в свои ворота игроки «Хэнговера». Итоговый 6-1 не вызывает никаких сомнений. В принципе, кроме вот этого пенальти и подходов к штрафной «Атласа» больше ничего не было. Ну, было там 3-4 штрафных метров с 25-ти. Но это все-таки трудно отнести к 100% углевым моментам. Слушаем Алексея Познякова, полузащитника «Атласа». Алексей, поздравляю вас с разгромной победой. Теперь вы первую строчку делите между Росвоенной ипотекой. Свои эмоции об игре? Ну, игра у нас получилась немножко тяжелая. Вроде в первом тайме контролировали мяч, потом в втором вышли немножко концентрацию потеряли. Но сразу же вернули инициативу, забили два быстрых гола. Поэтому игра получилась такая вот немножко сумбурная, вязкая такая. Половина основного состава, как говорится, у нас, к сожалению, не приехала. Поэтому состав был боевой, как говорится. Ну, выиграли, слава богу, как говорится. Коячка забрали. Команде только спасибо огромное. Все. Спасибо. Желаю вам дальнейшего успеха. Спасибо. Атлас после этой победы, как мы уже говорили, расположился на втором месте. И только по дополнительным показателям отстает от Росвоенной ипотеки, у которой также 22 очка, как и у Атласа. Важную победу для себя одержал Алмаз. Две игры играли ребята в выходные. В субботу проиграли они вершине со счетом 3-2. А вот в воскресенье одержали по таблице и вообще по предматчевым раскладам ситуационную победу над кооперативом озера со счетом 3-2. Давайте сразу слово победителям. Олег Твердов, защитник Алмаза. Олег, поздравляю вас с боевой победой. Скажи свой комментарий об игре. Ну, игра была очень тяжелая. Еще плюс погодные условия такие, что то дождь, то ветер, знаете. То есть, ну, удача сегодня нам поспособствовала. Поэтому сегодня нам повезло. Как говорится, футбол без везения, конечно, не бывает. И надеемся, что мы закрепимся в первом дивизионе. Скажи, пожалуйста, задача стоит закрепиться в этом сезоне или попробовать выйти? Наша задача сейчас на самом деле это чисто закрепиться. Вот этот сезон нам нужно просто продержаться в первом дивизионе. Поэтому мы будем стараться. Как говорится, календарь длинный. Надеюсь, что будем собираться. Спасибо, желаю удачи вам. Спасибо большое. Алмаз, молодцы, цепляются за свои очки. Да, там нет каких-то супермастеров. Плюс команда в межсезонье обновилась. Назовем это так. Ну, давай, во-первых, скажем о том, что два ключевых игрока перешли в Аминьево. И сейчас они на виду высшей лиги, когда они приезжают на свои матчи. И приходится перестраиваться как-то ребятам. Плюс в самый последний момент было принято решение о том, что именно Алмаз будет играть в первой лиге. Команда готовилась к второй лиге. Но у нас снимается удовольствие. И по спортивному принципу Алмаз повышается. Ну, Олег правильно говорит в своем интервью о том, что задача номер один – закрепиться. Да, это неважно. Главное – не оказаться в зоне вылета. Все. Задача на сезон понятна и очевидна. Задача на сезон понятна и очевидна. Мастерство есть. Желание есть. Ждем удивления опять на кубке. Середина таблицы. Мне кажется, что для этого нужно, конечно же, чуть-чуть селекционно поработать. В этой команде все-таки, конечно же, яркие были футболисты, ушедшие в Аминьево. Ну, посмотрим, как они будут решать эту проблему. Конечно. Две победы уикенд одержала Селеста. В субботу был повержен карт-бланш. В воскресенье Метра Лоджик со счетом 2-1. Победа над Метра Лоджиком далась тяжело Селесте. В несколько моментов Ефимов традиционно уже выручил эту команду. Но команда на ходу. Кардава впереди очень сильно добавил мощи Селести. Футболист в собственном выступлении в высшем дивизионе Зазюзина. С хорошим ударом, несмотря на габариты, с хорошей скоростью. И вот, например, один из двух мячей, второй мяч ворота Метра Лоджика был забит. То, что Кардава убежала от защитника. И вратарь пошел тоже читать эту передачу за линию штрафной. И Кардава успела опередить и вратаря, мимо него прокинув мяч уже в пустые ворота. Красивый получился гол. Ну и вообще Селеста, у нее стабильный состав. Да, там где-то они очень эмоциональны, они поддерживают друг друга. Там где-то на какие-то внешние другие факторы они выплескиваются. Но молодцы, есть игра, они знают, во что они играют. Есть надежный тыл. Очень здорово играет центральный защитник Игорь Николаев. Очень здорово играет Ефимов. Да, там есть другие крайние футболисты тоже. Ну, там Сурков тот же. Ты знаешь, бросил их глаза в субботу. Так уж получилось, мне довелось работать на матче с Кардбланшем. И я обратил внимание, что не был Николая Дыбова, то есть обязанности тренера исполнял Иван Ферапонтов. И он всегда останавливал ребят из Селеста. То есть то, что всегда давало огромную отрицательную динамику в их игре. Они любят очень эмоционально друг другу высказываться. А Ваня постоянно там каждые 2-3 минуты говорит, ребята, закрываем рот, играем в футбол. То есть в принципе вот это и принесет результат, мне кажется, итоговый Селест. Мы с тобой уже говорили о том, что это опытный проверенный боец, опытного выступления высшего дивизиона и так далее и тому подобное. И всегда они заводят начало чемпионата, что и показывают эти 3 поражения 1 ничья. Сейчас ребята потихоньку уходят на свой уровень. И вот они уже практически приблизились к первой пятерке, которая будет решать задачу выхода. То есть в принципе они идут по большому счету по своему графику. Даже где-то в этом сезоне может быть его опережают. Ну я добавлю только одно, что в воскресенье не было Иванова Ферапонтова, а руководил Николай Дыбов. Они размениваются. Они размениваются. Карбланш потерпел 2 поражения в этот уикенд. 3 очка после 9 матчей. Я думаю, что вот эту тройку Карбланш, КамАЗ и Метрологик сейчас не будем обсуждать. Как-то, потому что, ну, не хочется что-то говорить. Неэтично будет с нашей стороны. Нет, 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 ни в коем случае. То есть хочется поддержать ребят, команды, в которых есть хорошие футболисты. Просто что-то идет не так. Я предлагаю дождаться чуть-чуть момента, когда начнут налаживаться результаты. И тогда мы более подробно об этих командах поговорим. Может быть, кого-то в студию позовем. Тем более Метрологик, команда, играющая с первого чемпионата у нас. И было бы интересно, например, и Константина Шакерзианова послушать. Я думаю, что... Ну, просто чтобы, знаешь, не будем. Химик одержал первую победу. Геннадий Леонидович, сердечно поздравляем. Победа над Карбланшем. Видите, пришли в передачу. Ничья с вершиной сразу. Победа. Мы вас часто звать будем. Но если что, обращайтесь. Может быть, на фарт. Будем приглашать. Ну и... Наверное, по первому дивизиону стоит еще сказать о матчах, которые будут в ближайшие выходные. Я бы отметил матч приоритет ММФ-2. Матч между командой, которая находится наверху, и неуступчивой ММФ-2. Мы практически не разговаривали. Но со Станиславом Волкодавом чуть попозже мы обсудим матч ММФ-2 и Pride. Но ММФ-2 я скажу, что очень нравится команда. Поставленная хорошая игра. И с Павлом Борискиным мы общались. Паш, ждем, когда там с работы все решится. Сможешь заранее. Мы очень хотим тебя послушать в этой студии. Я думаю, всем будет интересно. Самобытная команда. Будет интересно. Также, конечно же, трейдер Тимгус чемпионат. Это матч обязательный к... Один из лидеров. Одни из лидеров первого дивизиона. Можно так даже сказать. Ну, ММФ-1-пятерки. Да. Так бы еще отметил матч чемпионат Оркет Гагаринский. Учитывая переплетения... Исторические. Исторические между игроками. Этих клубов. Кто-то где-то играл. Кто-то где-то знаком. Кто-то с кем-то играл где-то. Ну, это дерби своеобразное. Да, будет в первом дивизионе. Да. Прайд Селеста. С Станиславом поговорим об этой игре. Ну, вообще, все матчи, на самом деле, вывеска хорошая. Прайд. Ой, Метра Лоджика. В каждой игре будет нерв. В каждой игре будет нерв. Сейчас все решают свои проблемы. К сожалению, вот и об этом мы в превью писали, и в обзорах матчах о том, что время решать проблемы. Но вот если кто-то их уже решил, кто-то уже стратегию свою определил на чемпионат, у кого-то до сих пор проблем, несмотря на то, что полтора месяца играем, еще остались. Бог даст, решат. Чтоб чемпионат был еще интереснее, еще крепче, интрига была, и я надеюсь, будет до самого конца. Ну что же, будем переходить мы к первому дивизиону. И сегодня у нас гость в студии, голкипер команды Прайд, Станислав Улкадав. Станислав, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Сразу же обсудим матч, который состоялся в воскресенье. Драматичный матч с командой ММФ-2. Хотелось бы послушать себе комментарий. Ой, извините. Ну, матч, да, действительно, вышел непростым. Конечно, возможно, рассчитывали на другой чуть результат. Где-то что-то у нас не получилось, где-то что-то, возможно, позволили сделать нашему сопернику. Сравняли в конце, за секунду, можно сказать, до конца ушли от поражения. Но при этом потеряли одного из наших ключевых игроков. В той ситуации, когда это, в принципе, не надо, возможно, было делать. Ну, и всю игру, в принципе, мы были отыгрывающейся командой, которые, в принципе, наверное, в этом сезоне первый раз у нас так получилось, что по ходу матча нам пришлось отыгрываться. Вот непривычно, скажем так, у нас было. Ну, в целом, справились. Отметим мы, что в этой игре было очень много голов забит со стандартов. В целом, матч удался. Но мы и ставили этот матч к показу на LFL-TV. Потому что ММФ, команда до этого тура одно поражение потерпела. Прайд, естественно, тоже находится в лидирующей группе. Тоже одно поражение. Тоже одно поражение. Сейчас команда сыграли по третьей ничьей, соответственно, в этом сезоне. Вообще, вот перед началом сезона, о чем в команде говорили, какие задачи на этот сезон? Ну, все, естественно, я не буду рассказывать, наверное. Ну, то, что можно рассказать. Задача, наверное, как всегда, находиться ближе к пятерке. Стараться, пытаться зацепиться в этом сезоне у нас за пятерку. Попытаться, может быть, даже где-то и выше чуть своей головы прыгнуть. Потому что команда у нас костяк уже из года в год, наверное, знаете, что один и тот же. Ну, коллектив у нас на товарищи идет. Со стороны мы особо никого. Как есть команда, которая профессионалов там где-то, ну, образно говоря, профессионалов где-то зовут. Зовут игроков даже за финансовые средства. Для кого это не секрет. У нас как бы команда держится на том, потому что есть костяк. И также друзей также подтягивают. И задача, ну, да, где-то ближе к пятерке-пятерке постараться зацепиться в этом сезоне. Ну, то есть за зону плей-офф Прайд планирует бороться в этом сезоне. Я думаю, что все шансы есть. Потому как складно в чемпионат. Вообще первая лига у нас в этом сезоне непредсказуемый чемпионат. Первые там семь-восемь команд, чуть там подоставка оператив Озер, девятая команда, реально могут претендовать. Да, она на самом деле удивила сейчас. Ну, мы как бы уже тоже с ними сыграли. И вот последними двумя играми они тоже удивили, что они не набрали очки. Потому что команда тоже по своему потенциалу это пятерка. Стабильная. Плюс у них народ собирается в этом сезоне. Как, в принципе, было также оговорено в предыдущей вашей программе. Что с народом в этом проблеме у них в этом сезоне уже нет. Ну, к сожалению, они появились. Чуть подробнее мы это попозже обсудим. С Алмазом была игра без замен. Без некоторых игроков, которые стали основными в этом сезоне, играла команда. Потерпела поражение от Алмаза со счетом 3-2. Но это мы все будем обсуждать чуть позже. Сейчас мы общаемся о Прайде, о соперниках Прайда. Вообще, чтобы закончить в целом о первом дивизионе, перейти уже именно к истории вашей команды, хотелось бы узнать мнение по поводу основных конкурентов. Вообще, для себя какие-то видятся фавориты первой дивизионы? Да, фавориты, в принципе, они сразу уже виднеются. Мы сыграли уже практически одну треть, ну, не одну треть, но к десятому туру уже подближаемся. По крайней мере, мы уже 9 матчей сыграли. Есть кто из высшей группы идет, они еще давно доигрываются, будут доигрывать в свои матчи. Фавориты, в принципе, я считаю, как девятка сейчас идет, они, в принципе, уже показывают то, что эти команды будут бороться за верх. Единственное, что до конца для меня сюрприз, это те команды, которые находятся сейчас внизу. Такая, как Тона, например, КАМАЗ, Метра Лоджик. Эта команда для меня сейчас удивляет, почему они находятся внизу. Хотя тоже потенциалом они как минимум должны быть в середине, и максимум, соответственно, уже в пятерку относиться. Поэтому, а то, что сейчас находится в ТОП-5, в принципе, ну, я до этого не видел просто команд со второй лиги, а те команды, которые были в том году, это Росвая Инфотека, которая сейчас на первом месте идет, и которую мы уже сыграли там, тоже ММФ и так далее, все также находятся либо в пятерке, либо ближе к пятерке. Ну, естественно, удивляют, конечно, команда со второй лиги. Атлас, трейдер, трейдер, трейдер. Атласа мы также играли, да, от его 2-3 проиграли, да. С трейдером вам удалось зацепить очки. Ну, в принципе, у вас равная игра была такая, там непонятно. С трейдером мы даже больше, наверное, потеряли, чем приобрели, потому что мы, введя в два матча два раза по 2-0-4-2, вот, и в конце мы все равно упустили победу. Здесь, да. У нас две результативные такие ничьи по 4-4. Это с трейдером, с ММФ-2. Ну, наверное, на букмекера, на подпольном, на какого-то играли. Да, к сожалению, на первой дивизион ставки пока не принимается. Это на высшей дивизион, на некоторых сайтах можно делать ставки. Стас, ну, перейдем к истории команды. Команда известная на Юго-Западе, команда играет давно. Хотелось бы историю команды, откуда команда, и вообще все, что можно рассказать для наших зрителей. История, как бы, складывается давно. Команда Pride образовалась в 2012 году. В принципе, она образовалась из истоков другой команды, которую, вы как помните, играла на Юго-Западе в 2008 году. Команда эта была называлась «Телеги». С небольшого костяка мы собрали, собственно, команду, и постепенно-постепенно начали добавлять туда людей. Команда у нас сама образуется с района Ясенева, как у вас был. Здесь также представитель Hangover, который тоже находится с этого района, не команда. Ну, процентов 95 у нас где-то игроки Ясенев. Либо люди уехали оттуда, либо до тех пор поживают. Коллектив у нас, как бы, относится к части друзей, что вместе играем, и, как бы, из года в год только добавляем туда, в принципе, друзей. То есть, это она, как много, я ранее говорил, не добавляя никого. И вот уже, как 7 лет, стараемся добиваться каких-то целей. Ну, в этом году у нас, как бы, состав уже подобрался к боевой, и хотелось бы чего-то, наверное, достичь, возможно. Поэтому будем биться. Про команду друзей могу сказать. Бывают матчи какие-то, на которых вообще 2-3 человека находятся на трибунах. Ребко, но бывает. И вот можно понять, что скоро будет играть Pride. Это центральный трибун, вот именно центральный сектор. Там находится человек 25. Девушки, жены, дети, болельщики, сочувствующие. То есть, видно, что сейчас будет играть Pride. Всегда можно отличить. И поддержка всегда у команды. И хорошая явка на матче. И это, конечно, здорово для нашей лиги. Особенно классно, когда они с ханголером вместе. Если вдруг получалось так, что они примерно в одно время играли, они практически всю трибуну занимают. На телекартинке даже видно, на высшей лиге очень часто люди смотрят какой-то непонятный матч. Допустим, условно говоря, там удар керосин, которых в том году на 12-м месте шла. И вот Pride с ханголером сидит, себя трибуна забит. Все думают, что центральный матч тоже на самом деле играет 12-е, 10-е место. Это просто ребята из первой лиги сидят вместе и обсуждают свои игры. Поэтому да. И чем больше таких коллективов будет, тем, мне кажется, будет интереснее, тем больше будет заполняемость на наших стадионах. Я имею в виду с одного района, чем больше будет команда. Все-таки, когда они играют между собой, да, у них какая-то конкуренция. Борьба за территорию идет, потом они на район приезжают, кто-то там сидит дома, боится показаться, что... Они там играют, насколько я знаю, раньше, потому что, ну, не знаю, мы у многих игроков... Колюш, я зашел в эту глубь, я вот и хочу спросить, с чего началось становление прайда в 12-м году, ну, допустим, даже с 2008-го, с телек? Какой первый турнир был? Как было принято решение заявиться? Откуда вот пошла динамика роста? Как бы, ну, если начинать там с телек, там другие чуть люди занимались руководством, там и так далее. Это... Я просто подключился уже, в принципе, наверное, основательно с 2009-10-го, сейчас точно не вспомню, просто год. Вот. И потом уже, как бы, играли несколько лет. Ну, и так произошло, что команд потом не было. Вот. А как прайд принц создался, ну, сочувствовали людям, наверное, которые хотели дальше играть в футбол, чего добиваться. Тогда еще молодые все были. Нам было, получается, ну, по 20-22 года. Ну, 10 лет назад, да. Да, вот. Как бы, еще силы, желания были. Плюс финансовые, возможно, еще тогда позволяли, ну, спокойно там скидываться определенной суммой рубль, вот, и участвовать в этом. Потом уже, когда, как бы, с каждым годом все становилось. Плюс у нас в этом году также отсеялся большой костяк команды, который у нас состоял с 2011-го года. Люди уже стали, ну, скажем так, в футбольном возрасте уже старые. Вот. Семьи, дети, не до этого. У всех заботы свои. Вот. И большой костяк, которому уже за 35 лет стало людям, они уже отсеялись. Мы уже, соответственно, начали тоже обновлять состав, тем самым пригласив там, ну, чуть помоложе ребят. Вот. И, как бы, получилось так, то, что, добавляя народ, существуем. То есть, мне это тяжело тоже, как бы, именно энтузиазм, и каждый год бороться с командами, которые приходят за счет такого финансирования, играют. Ну, есть какие-то планы по усилению в дальнейшем? Вот, допустим, там, подбираемся к пятерке, да, там, после первого круга, там, будет понятно, что пятерка реально. Может быть, даже в двойку вполне возможно попасть. Есть резервы? Есть откуда черпать силы? Резервы есть. Есть понимание, где, например, взять одного-двух человек. Вот. Вопрос, надо ли это сейчас будет делать, потому что в данный момент, как бы вы сами знаете, раньше была наша проблема, наша коллектива, вы также об этом говорили, это наш сбор. Вот. Мы могли собраться, могли не собраться на определенную игру. Вот. Могли там убирать кого-то из лидера, если соберемся, могли проиграть там кому-нибудь из аутсайдера, если мы, соответственно, не соберемся. Сейчас в данный момент особой проблемы со сбором у нас нет. У людей есть желание, у людей есть возможность ездить. Вот. Поэтому, как бы, в данный момент особо не видим. Вот. Сейчас начнется, конечно, зима, какие-то у нас игроки перестанут ездить, потому что у них там есть свои интересы в каких-то турнирах. Вот. И поэтому, да, возможно, будем, как бы, ну, на смотрение одного, как бы, планируем добавить но пока точно это еще как бы не планирует в ближайшее время 7 минут не планирует в принципе глубина есть какая-то если откуда черпануть возможно мы рассмотрим также этот вариант вообще в принципе у прайда по именам очень хороший состав выделяются три максима максим кричанников максим абашев и максим копейкин выделяем мы конечно же впереди виктор новоселова выделяемые опытного данила кравцова то есть в принципе команда команда очень сыгранная дмитрий проходцев собственном выступлении высшем дивизионе за любителей дмитрий прекрасно играл у него была своя команда в первом дивизионе интер она называлась и он там классно раздавал передачи а их связка с нападающим римом он у нас тоже был но потом к сожалению он пропал куда-то поэтому алим если увидишь эту передачу отдай мне мои две футболки решение по составу принимает главный тренер евгений кожихин или же как-то коллегиально вы общаетесь мы как бы с евгением общаемся вот у него есть свои мысли по этому поводу я как бы добавляю там несколько своих мыслей ему вот и он как бы дальше рассматривает этот вариант вот как бы все равно как каждый человек виде по-другому вот ну как бы стараемся равно вместе все это обсудить вот и также после матча обсуждаем вот где нужно было может быть что-то по-другому сделать где-то нужно было так поступить вот но в основном до евгений как бы большей части он выставляет состав на игру ну и во время игры естественно оперативное управление газа нам уж наверно ты больше сконцентрирована дом чтобы хорошо сыграть что все ловилось все обзывалось ничего не пропускалась и по себе знаю что очень тяжело играя объективно оценивать то что происходит на поле менять игроков особенно когда коллектив друзей кто-то начинает все одно обижаться поэтому конечно же нужен человек который с холодной головой стоит на дровке и руководить команды да все верно остаться ждет сложная игра вас у нас их последние игры вообще у нас ждет мне кажется такая очень хорошо сейчас проверка на проще эмоциональная эмоциональная встреча будет с селестой в ближайшем туре спрайд довольно эмоциональной команды и селеста тоже за эмоциями в карман не лезет да у нас в том сезоне с ним были две игры эмоциональная первый тур с удалением закончился первом круге не только на первом круге игра вот во втором мы проиграли вот там больше проиграй по делу но больше того то что мы сами собрали народ опять же возвращаюсь тому то что старые проблемы от которых мы пытаемся уйти вот игра будет очень тяжелая никто естественно заходит проигрывать находимся в очередной раз играем с команды которые находятся рядом это 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 снова за 6 очков битва они прям за вами до 16 очков это очередная очередная наша игра которую соперник находится рядом с нами либо мы ниже либо выше соответственно это идеальная возможность просто для вас оторваться от ближайшего преследователя приблизиться группе лидеров потому что сейчас начнутся перекрестные матчи у команды высшие которые находятся в таблице уже вот первый можно сказать прошел эти выходные руссоин ипотека там обыграла крупно трейдер и сейчас матчи между командами там атлас приоритет чемпионат руссоин ипотека трейдер все начнут играть между собой начнутся потери очков если по дистанции набирать стандарт стабильно очки то все все очень близко и все очень возможно соглашусь главное не терять с теми с кем не надо терять да с лидерами упираться ну мы уже тоже говорили что ну во первых после нашей передачи команды выходят на подъем геннадий леонидович коз пришел в прошлой передаче с ахимик у него было 0 очков сейчас вошли две недели четыре очка уже в активе команды уже вроде и до зоны переходных там три очка уже не так все безнадежно будем надеяться что и прайд продолжит еще даже лучше тут хвоста подельно вверх они набрали только что топки не заряжайте не один человек на удачу конечно конечно мы всем командам желаем удачи мы за то чтобы была конкуренция конкуренция в первом дивизионе но на моей памяти не знаю как тоже давно в первом дивизионе ты играешь но в этом году как бы когда готовились чемпионату но постепенно и всегда смотришь обновляешь когда ну команд заходят обновляешь смотришь на что концентрируешь что за команда зашла что осталось там потому что каждый год же команды тоже вроде середине они закончили потом снимается добавляет сказать новая команда и когда начали опускать с высшей лиги команды начали приходить другие команды плюс когда понимаешь что какая-то команда еще усилилась вот добавил там игроков то примерно понимаешь что-то из игрок с какой команды перешел вот есть тогда да перед началом чемпионата у меня прям сложилось мнение и мы его озвучили также на собрании что это будет самый тяжелый чемпионат из всех чемпионатов которые мы играем в первой лиге потому что в первой лиге мы уже играем ну лет наверное пункт пять и это для нас будет самый тяжелый сезон да но тем он интереснее нет разрывов да между командами очень много получается там 8 9 даже может быть 10 команд примерно одного уровня получается поговорил стас внизу сейчас сам внизу находится метрологик команда которая по-хорошему там в том году претендовал до последнего попадания в пятерку внизу находится камаз который успешно относительно выступал высшим дивизионе сам же захотел играть в этом году в первой лиге и какая катастрофа с камазом идет в этом сезоне я верю в то что они доберут очки понятно там что главная причина в том что дениса со всеми чуть-чуть не до любитского футбола сейчас что это все нами клуба рад там надо вводить его в фнл на линии споряжается он практически на каждую игру да но видимо уже как тут то ли не хочет менять игроков то ли еще что-то но еще отметим что камаз играет под пять матчей да они под разными названиями под разными турберами и неизвестно в каком они там после какой игры они приехали когда свежие они выигрывают и хочешь сказать да когда я не свежего то не всем сливать ну чё получается пока что не свежие специально расставить на вечернее время да и на середину дня чтобы они уже не свежие с утра на берегу тут только у дениса можно узнать дениса мы пытались позвать но денис понятно сейчас если камаз будет играть 12 часов дня они будут свежие теперь мы выяснили момент ну что же будем благодарить стас на то что нашел время посетил нашу программу обсудили мы чуть-чуть 1 дивизион поговорили об истории прайда и желаем удачи в ближайшем туре матча селеста и вообще спасибо спасибо что пригласили всего доброго ну что ж друзья это был очередной выпуск программы кухни юго-запада следующий выпуск выйдет через две недели и будет целиком посвящен второму дивизиону а на сегодня все с вами был михаил першин и антон погодим до свидания до скорых встреч